так вроде начинаем да вроде все работает должно работать всем привет всем привет работает ли все да вроде все работает а так всем привет добро пожаловать на прекрасный стрим внезапный про то как сделаны как сделать 4k интер с нуля я провод из демо-группы джитлак мы наделали кучу наверное десятка вату и 3 4k интер за последние пару-тройку лет что-то выиграли что поиграли ну короче какой-то опыт у нас есть да не стримил совсем не помню как все делаются вариант за задержки вообще пока все это настроил запустил вот короче самого начала пишите в чат если что пишите в чат потому что мне тоже не очень понятно что происходит чтобы я его видел да я ничего не вижу о о чат все привет леди на ней привет 100 bit live костик привет дима квайт кин всем привет а значит если вдруг кто по каким-то по какой-то причине оказался здесь и не знаю что такое 4k интро что такое дима сцена и вот это вот все а короче кратенькое введение про то что 4k интро это запускаемый файл размером не больше чем 4 килобайта то есть 4096 байт который задача которого является в реальном времени отрисовка сложного видео синтеза сложного видео там на видеокарте еще как-то и синтез музыки и отображение этого всего как видеоклипа например и такие программы используются во всяких конкурсах то есть такая дима сцена сообщества субкультура где люди выпендриваются подобного рода программами там есть такие категории 64 килобайта не без ограничения по размеру и так далее там много всего происходит в этом задействованы тысячи людей если десятки тысяч проводятся крупные довольно вечеринки конкурсы в европе очень часто там летом вводить за один месяц их может быть там несколько штук вот тоже довольно крупные очень весело весь порекомендую на сегодня мы сфокусируемся на том как же все таки сделать 4 интро в 4 килобайта а своими руками как это возможно потому что люди которые например с этим никогда не сталкивались и что не может быть так не бывает 4 килобайта и чтобы она там как-то вот такие сложные вещи отрисовывал сегодня я покажу что абсолютно возможно и покажу как это все делать своими руками а значит моя надежда на сегодня была в том что я покажу как совсем начать с нуля вообще не понимая что происходит что можно было сфокусироваться исключительно на творчестве что вот я там напишу шейтер вот я там напишу музыку в этом инструментарии и нажму кнопку и все полетит конечно же я вчера пока готовился обнаружил что все не так гладко то есть это просто мой внутренний опыт и поскольку я это много раз делал мне это очень просто делать а я вчера при подготовке там редактировал ассемблер ну вот эта вот вся история но я надеюсь что по крайней мере сегодня я покажу как это делается быстро выложу свой инструментарий который я пользуюсь уже длительное время в том ли ином виде то постоянно понятно какие-то рации происходят звук рвется звук рвется на печи норм сейчас я попробую услышать себя татуру татуру я не знаю что сделать давайте просидим как-нибудь потому что у меня у меня все нормально мои превьюки все нормально да вроде все норм сейчас так секунду так 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 давайте на чем мы остановились про 4k что собрать это все своими руками что инструментарий вылезаны не вылезаны короче я сегодня покажу и по ходу дела мы конечно поправим несколько вещей понатыкаемся по редактируем ассемблер и прочее в результате я это все выложу на github для публики что можно было начать этим всем пользоваться работает отлично все простите за накладки опять все это итерациями только налаживается замечать так все поехали дальше значит инструментарий выработаем а выложу на github будем вылизывать чтобы это все работало лучше у всех чтобы было больше творчества чтобы больше людей могли это делать чтобы было больше 4k интер и значит вперед светлое творческое будущее так холодно до серии с привет короче давайте начнем с типичной анатомии типичной 4k интер современной что у нас есть почему это все таки влезает 4 килобайт потому что сетап предельно простой то есть мы берем создаем опенджельный контекст а в опенджельном контексте мы рисуем вот у нас есть весь экран мы делаем на этот весь экран glx а то есть на самом деле по сути это как бы два треугольника да ну или там можно упендриваться делать один треугольник чтобы он вот такой вот был большой но это неважно мы делаем один вызов глx этим вызовом мы закрашиваем просто весь экран и делаем пишем фрагмент шейдер который просто выполняется для каждого пикселя этого самого экрана дальше в этот шейдер то есть дальше в этот шейдер то есть что я хотел нарисовать хотел нарисовать какую-то схемку а тут чуть не получается то есть дальше эта фиговина эта программа с одним фрагментным шейдером который выполняется для каждого пикселя эта программа получает на вход просто текущее время t текущее время t берется из то есть вот у нас есть видео часть которая вот фрагментные шейды на весь экран и есть аудио часть которая пользует какой-то там старинные api wave out что-то там для вывода звука значит здесь у нас шейдер здесь у нас какой-то синтезатор этот какой-то синтезатор как правило в нашем случае и в большинстве случаев это for clang я умею писать мышкой отлично вот и дальше он как в своем трейде каком-то крутится то есть в самом начале мы запускаем for clang render в своем трейде это отдельный трейд этот трейд пишет в какой-то свой буфер в памяти который ничего не стоит инициализировать в бсс секции так я начал рассказывать какие-то супер технические подробности и мы называем wave out что там play по-моему сейчас коду будем смотреть и там будет понятно вспомню как все эти функции называются которые просто из этого буфера играет в видеокарту два колоночки вот и из этого же буфера из этого хэндла мы можем брать время проигрывания то есть где мы на текущий момент находимся в буфере этого проигрывания и это как время от улетает наш прекрасный в нашу прекрасную программу давайте я напишу здесь P программа P которая рисует на экран и это уходит нам на экран то есть типичный сетап состоит всего лишь из двух вещей это программа P которая рисует на весь экран то есть вещи которые вы трогаете когда занимаетесь вот этим творчеством и форк лэнговый значит данные для форк лэнга я назову их просто ик форк лэнгинг вот с которым вы собираете это все то есть вся вот эта вот остальная часть вот это вот все вот это вот все вот это вот все это все ваш фреймворк то есть это как правило есть уже готовое в хорошем случае и вы дальше делаете только работаете на ваш шейдером здесь а форк лэнг скачать нужно ну если я не знаю какой формат у нас семинар не семинар наверное все таки не очень семинар а такой рассказ то есть я буду рассказывать по ходу дела наверное будет трудно прям поспевать за мной пробовать что-то делать потому что я буду еще использовать материал который я не выложил да то есть наверное в конце будет список того что нужно будет скачать и по ходу дела будет понятно то есть я начинаю примерно так же с ля у меня ничего сейчас не скачано кроме там реноиз вот интро под винду страница канала пока не показывает что есть стрим это все очень странно я я потом на это все посмотрю чтобы мы сильно не отвлекались вот да это все современное это современная дима сцена на современную бинду на современных компах я про олдскул не знаю практически ничего о сайан я не родился в это время еще без гл интро бывают народ делает и на софт рендерах смотрите этого как он называется сатой он там фигачит на софт рендере очень прикольные штуки но они тоже требуют современных процессоров очень сильно шейдер той сэмплы реагировать на звук а в шейдер той можно подключить внешнюю музыку из саундклауда вот и синхронизоваться с ней слушайте я не помню есть там какой-то по-моему там есть способ взять типа фурье анализ и как-то синхронизоваться да 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 там можно считать с музыки я просто не помню как я это сам не делал на лекции да привет манвель так да я прекрасно рисую пейнтом так что наслаждаемся вот есть вот эти две вещи которые мы делаем это фрагменты программу и музыку форклэнге про музыку форклэнге я сегодня рассказывать много не буду я пройдусь совсем по каким-то верхам верхам типа как это загрузить как экспортить маленький секрет я сам не знаю я этого не делал никогда вот как правило вы работаете с музыкантом который умеет все это делать и он вам как программисту дает уже экспорт форклэнга который там типа инк файл и еще всякая мишура по мелочи вот а сегодня я фокусируюсь на шейдере просто мы сделаем какой-то простой шейдер с нуля чтобы показать все сначала и вот так же чуть-чуть форклэнг и как из этого собрать вот из этого всего значит экзешник на выходе вот значит я думаю не сохранять так как выглядит типичный пайплайн того как это все собирается то есть вот у нас есть там не знаю шейдер как же я не умею писать ничего а тут есть какой-то эээээ шы шейдер фруг у нас есть этот шейдер фраг который дальше идет в так толщина я чем-то другим рисовал чем рисовал Вот, так гораздо лучше Вот И здесь дальше стоит Shader Minifier То есть, как правило Когда вы делаете Пишет шейдер, вы пишете шейдер, ну как обычно Вы не делаете никаких сильно выпендрежных вещей Извел звездочка мелкий шрифт Поэтому в шейдере у вас там Применные какие-то с длинными именами Вы делаете Индентацию Там какие-то пробельчики То есть, вы пишете код Как с ним удобно работать А этот код, он занимает Довольно много места А, да, совсем забыл сказать На предыдущей картинке То есть, вот этого всего достаточно Чтобы оно влезало в 4 кб Почему? Потому что код инициализации OpenGL очень простой То есть, там буквально полдесятка функций Надо вызвать, чтобы получить Fullscreen OpenGL С вот этим всем То есть, там очень мало кода Второе Шейдеры, как правило, не очень большие Там, ну, может быть, на тысячу строк И текст шейдеров GLSL очень хорошо жмется Поэтому Можно делать довольно большие сложные 3D вещи И они туда все равно влезают И Forklang это специальный синтезатор для 4К А интер, соответственно, там очень такой плотный Ассемблерный код, который тоже занимает мало места И данные для него, которые кормятся в этот синтезатор Чтобы, ну, типа структура самой песни, да, ноты и так далее Они тоже там сделаны таким образом, что они хорошо пакуются Дальше это все складывается в... То есть, вы собрали из исходников вот это Подложили Собрали из исходников сам фреймворк Собрали Forklang С данными для него Собрали Подложили шейдер Это все вместе слинковали И есть такой упаковщик Linker Krinkler Который Во время линковки Также это все очень дико запаковывает То есть, там, из 20, как правило, килобайт Получаются те самые 4 килобайт Вот, то есть Тоже ключевое звено это Krinkler Без Krinkler это все было бы гораздо более болезненно Там ребята делают всякие разные упаковщики Куча всяких разных подходов Не буду вдаваться Короче, последние 10 лет Де-факто стандарт Это Krinkler Потому что он там рвет на голову Все, что было до этого Да Да, следующий стрим Тоже совсем забыть сказать Очень много надо сказать Не успеваю со своими мыслями Следующий стрим Сразу после этого Будет стрим кино Про то, как собирать музыку в Forklang Мы вчера тестировали Я засмотрелся Так что очень рекомендую Shader Frack Это фрагментный шейдер Да Компиленный шейдер Сразу нельзя Откомпиленный В OpenGL Понятие компиляции шейдера Оно такое Короче, кроссплатформенный Самый кросс-вендорный Кроссплатформенный способ Передачи у JLSL шейдера Это, собственно, его текст То есть все драйверы Обязаны Опять же Звездочка мелкий Шрифт Мобильного устройства Все драйверы Обязаны Это JLSL переваривать И он хорошо пакуется Потому что, например, В Spirvy И запакованные шейдеры В Spirvy DirectX Я не помню Короче, все Откомпиленные шейдеры Которые я встречал Они там уже Мегабайтных размеров Поэтому не Канает Игроделы не пользуются Потому что реально Не надо Потому что народ Схавает все Выкладываешь 100 гигабайт игру Как бы Да Да Вот Поэтому, значит Я рассказал Примерно про Чехтическое устройство Сейчас заглянем На это все С другой стороны Как это все Устроено Как бы Toolchain Сборочный Пайплайн Вот у нас есть Шейдер Вот исходник Шейдера Который мы написали Он там Человек Читаемый В виде Дальше Есть тоже Такая Toolza Shader Minifire Тоже покажу Тоже подключим Которая Это все Обрабатывает Ну Обфусцирует Этот код Но ее цель Не обфусцировать Кода А сделать так Чтобы он Сжимался Сильно лучше Вот Она умеет Это готовить Сразу в виде Таком Которым Можно подключить Это к CIS Программу И к Семблерной Программе Поэтому я здесь Поскольку я Фокусируюсь На ASME Toolchain Который я буду Показывать Сегодня У NASM Это позволяет Выиграть Там Несколько Десятков Байтов Сишной Версии И позволяет Также Отказаться От Visual Studio Вам Для сборки 4K С моим Toolchain Не нужна Visual Studio Вижак Не нужен Можно Просто Запускать Bat Файл Делает Shader Ink Это Асемблерная Фиговина Которую Мы можем Подключить Дальше Дальше Shader Ink Он уже Будет готов Для включения В Intra ASME Мы его Просто Инклудим Туда Дальше С другой Стороны У нас Есть Допустим Renoids Open Open MPT И так далее Там Что угодно Может быть Что вам удобно Какой угодно Секвенсор С поддержкой VSC И к нему Также Есть Вот эта Вот штука Plus Worklang VSC Вот Эта штука К ней Есть Тоже Я не буду Сильно Вдоваться В подробности То есть Там Понятно Есть Как это Написать Сюда Я Вот Так Напишу Есть По-моему Он называется 4 КП Это данные Самого Факлэнга Это Сам Вот Этот Вот Секвенсор Там Ну Короче Вот Эти Все Данные Вот Это Делает Музыкант Не Сдаемся В подробности Опять же И Мы Делаем Здесь Экспорт Делаем Экспорт Получаем И получаем Forclang Inc Файл И Назад Плюс Forclang Ладно Начинаем Так Forclang Inc Дальше У нас Есть Отдельно Forclang Asaf И Так Рано Переведем Куда-нибудь Сюда Forclang Inc Forclang Inc Используется В этот Самый Включается Forclang Asaf И он Также Включается В наш Интро Asaf Для того Чтобы В нем Содержатся Такие Данные Как Sample Rate Давайте Текст Опять же Сделаю Sample Поменьше Пожалуйста Я очень прошу Поменьше Поменьше Sample Rate BPM Там В том или ином виде То есть Он не совсем Как BPM Там содержится И так далее Какие-то вещи Которые Нам нужны Для Вот 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 Здесь В интро Они на самом деле Здесь везде нужны Вот Так Чатик 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 Не забываю Читать Чатик Семейк Батфайл Нет Просто Батфайл Да у нас Стрим идет Наверное Чат Не Полчаса Полчаса Примерно Нет Упаковщик Упаковщик Имеет право Перенести Вирус И сейчас Не выругается Потому что Вирус Отдел И его Сновен Да Есть такая Проблема Но Последний Квинклер Он более-менее Стабилизировался На Виндах Десятых Это все Более-менее Идет Да В играх Сжимать Экзешник Как правило Нет смысла Потому что Даже Там Трипал А Каких-то Толстенных Играх Экзешник И там Доилетки Как правило Десятки Мегабайт То есть Там Немного На самом деле Там Основной Аси Рипер Да Можно Чего угодно Использовать Практически Я работал Только С Реной За До Итого Верхностя Да Короче У Клинклера Есть Всякие Фишки С совместимостью Там Можно Крутить Трукоятки Я хочу Как можно Сильнее Сжать Чтобы Вот Сейчас Там Через 15 Минут Показать На Демопатии Или Я хочу Сделать Релиз Который Будет Там Более Ширко Переносим То есть Это Все Можно Крутить Оно Периодически Ломается И Ребята Выпускают Новую Версию Кринклера Которые Которые Можно Использовать Для того Чтобы Пропатчить Предыдущие Экзешники Там Без Доступа К Исходникам То есть Там Совместимость Более Менее Как-то На коленке Решается Вот А да У меня Получается Forclane H Forclane Inc Forclane Merge И Patterns DBG Я не знаю Для чего H Это для Сишных Исходников Inc Это для Assembler Вещей Вот Так Я могу Увеличить Да Я могу Увеличить Себя Canvas А почему Так Лол Ладно Так Теперь А Дальше Это все Собирается Эта штука И эта штука Собирается С помощью NASM В Здесь NASM И здесь NASM Это все Собирается В объектнике То есть Здесь Это что Intro Object И здесь Это Forclane Obj А дальше Так Вроде Я ничего не забыл Дальше Соответственно У нас Получается Crinkler Crinkler Это все Линкует То есть Эти все Штуки Сюда Эти все Штуки Сюда Crinkler Crinkler Линкует Финальный Intra Игда Вот примерно Такой Пайплайн Здесь Надо сказать Что это 5 минут Линковка Самая долгая То есть Вот это Все Отрабатывает Там За Секунды Если Не Не Меньше Crinkler Слоу Режим Который Там Делает Максимальное Сжатие Он Работает Даже Там На Моем Тредриллере 5 минут Завросто Вот Бинарники Лов Это Интересный Вопрос Вообще У меня В моем Внутреннем Толчейне Простите Он Лежит Все Бинарники Они Конечно Лежили Выкладывать На Общий GitHub Не Ясно Я Не Очень Понимаю Лицензионные Какое Поле Там Насколько Это Можно Делать Можно Прочитать Лицензии Выложить Но На самом Деле Они Все Доступны То есть Кроме Реной За Реной Сплатный Это Все Лежит Все Можно Скачать И Доложить Доложить Новые Версии Еще Что Кринклер Последний Кринклер Многопоточный Для Ряда Вещей У Чья Приблуда Это Ребята Из Господи Я забыл Как они Называются Я Забыл Я забыл Кринклер Прикиньте Мент ТПС Блубер Эти ребята Это безумные Ребята С PHD В Компрессии Они Как бы Да С ними Никто Даже Не пытаются Тягаться Давайте Уже Шой Дора Писать Да Сейчас Начнем Так Еще раз Обзор Значит Что у нас Есть У нас Есть Музыка То есть Творческие Части Это Вот Эти Части Вот Это И Вот Это То есть Вот Программист Умеет Писать Шейдер И пишет Вот Это Музыкант Делает Вот Это Делает Экспорт Шейдер Чувак Подкладывает Этот Шейдер Файл То есть Здесь Да Как Готовить Этот Шейдер Файл Последний Момент А Это Может Быть Это Может Быть Шейдер Той Это Может Быть Бандоматик Это Может Быть Касан То есть Здесь Вы Делаете Что Вам Удобно Есть Момент Про То Что Они Немножко Отличаются То есть То Как Вы Пишите Шейдер И Версия Языка В Шейдер Той В Бандоматике Они Отличаются То есть Шейдер Той Это Бжель Третий А Джель С Какой-то Там Версии Я Помню Какой Бандоматик Это Соответственно Джель Четвертый То есть Это Жель ЕС Джель С Джель С Четыре Тоже Тоже Блин Не Помню Но Он Короче Сильно Взрослый Это Есть Маленький Нюанс Здесь В Том Что Как Правило Четыре Коинт Работают С Опен Желем Версии 2.0 Потому что Это Версия Опен Желя Которая Создается По умолчанию Для которой Не надо Никаких Делать Попрыгиваний Некоторых Дриверах А При этом Даже Если Версия Опен Жель Контекста Вторая Доступная Версия Желя Может быть Довольно Взрослой То есть Кто-то Умеет Делать Соответственно Жель 450 Как они Версионируют Его Кто-то Не умеет То есть Есть Случаи Когда Она Говорит Сорян У тебя Опен Жель Версии 2.0 Контекст Поэтому Я могу Жель С 140 Или 130 Не больше Это Сразу Убирает Из Доступных Часть Функций Всякие Вещи Я не помню Транспособ Появился Короче Есть Всякие Моменты Где Это Становится Не очень Удобно Вот И Соответственно Еще Какой Момент Если Вы Работаете В Шейдер Той Или Бонзоматике То У вас Есть Тонкий Момент Синхронизации С музыкой То есть Поскольку Здесь Перекидывается Только Время Т То есть Вот Эти штуки Друг С другом Связаны Логически То Вы Соответственно Синхронизироваться С музыкой Вот Если Вы Работаете В шейдер Бонзоматике Вам Будет Неудобно У меня Есть Несколько Тулов Которые Я писал Для разных Случаев Которые Умеют Подкладывать Музыку То есть Можно Также Сделать Например Я Здесь Нарисую Такое Отпределение Экспортом Ну Условно Назовем Это Вав То есть Можно Сэкспортировать Музыку Вав И Это Использовать Для Кастомного Тула Чтобы Например Делать Вещи Как Перематывать Стрелочками Вперед Назад Делать Какой-то Луп Типа Я теперь Работаю Над Вот этим 20-секундным Куском Оно Играет По циклу Играет В цикле Соответственно Музыка На этаже Все Время Тоже Подкладывается Какое Нужно И можно Работать Конкретно Над Вот этим Куском К сожалению Сегодня Я эту часть Не смогу Показать Потому что У меня Этот Кастом Тул Не готов В том Виде В котором Можно Было Выкладывать Для широкой Публики Вот Поэтому Мы сделаем Вот эту Простую Часть Которую Можно Начать И Со временем Если Сообщество Будет Это Все Просить Я Соответственно Или Вы можете Тоже Сами Кастом Тул Или Сделать Или Я Выложу Какие-то Свои Поделки Наработки Вот Да Кастом Тул Как правило Еще Работает В смысле Что Например Ширтой Это Отдельно Шейдер Отдельно Окошко В Бандоматике Это Шейдер Оверлеем По Поверх В смысле Текст Оверлеем Поверх Шейдера Кастом Тул Я Как правило Делаю Отдельно Окошко Отдельно Редактор Потому что Там Мне В Вине Например Работать Удобнее Всего Вот Так Файл Фраг Только Нет Файл Шейдер Как правило Для Все Интеры То есть Да Это Типичный Сетап Можно Делать Сетап Более Сложный И мы Делали В своих Интерах Гораздо Более Сложный Сетап Когда У нас Несколько Шейдеров Какие Там Фрейм Буферы Текстуры Когда Это Все Там Такой Пайплайн Типа Из Трех Четырех Разных Стадий Там Потому что Это Гораздо Более Сложный Сетап Как правило В подавляющем Большинстве Интер Шейдер Фраг Это Один Файл Который Генерирует Собственно Один Вот Этот Картинку Фрагментный Шейдер На Весь Экран И Сцены Внутри Этого Файла Уже Выбираются В зависимости От Время Тайма Насколько Сильно В 64 Интер Ситуация Отличается В каком Смысле Сильно Потому что Там Не надо Заморачиваться Скринклером Более Этого Кринклер Там Не Применим На Таких Размерах Он Начинает Довольно Плохо Себе Вести Нужно Слишком Много Памяти Слишком Долго Никто Его Там Не Использует Кринклер Используется В Диапазоне Типа 1-8 Может Кто Нибудь Выбендрился 16 К 16 К Ред Соответственно В современном Типичном Сетапе Когда Большинство Геометрии Большинство Каких Графического Пайплайна На самом деле Содержится В шейдерах В которые Текстовые Хорошо Пакуются А там Ребята Даже Не заморачиваются Шейдами Минифайером Потому Что Типа Ну Все равно Остается Сколько-то Десятков Килобайт Места Которые Неясно Чем Забить Вот 64к Там Ситуация Сейчас Такая Что Это Слишком Гигантский Размер Его Никто Не Выжирает До Конца По Хорошему То Там Где Прям Пришлось Бу Сильно Утрамбовывать Шейдеры И Все На Свете Вот Да Я тут Еще Пропустил Как Проконтролировать Полученный Форклайн На столу Чтобы Не Жать Голом Кодеру Значит Тоже Есть Кастом Тулы Когда Можно Вот Эт Экспорт Скормить То Есть Вот Эта Вот Часть Форклайн Гин Форклайн Касом Ее Можно Также Скормить Вот Здесь Я могу Нарисовать Где-нибудь Отдельно То То Есть Отсюда Также Можно Это Все Скормить В Там Назовем Это Audio Export Tool Да Которая Может Писать Самый ВАВ У нас Тоже Соответственно Вариантов Эти Audio Export Tool Несколько Кинг Покажет Я думаю Свой На своем Стриме Я делал Какие-то Свои Поделки На коленке Что Мне быстро Было Работать Да И Это Кстати Часто Используется Соответственно Чтобы Записать Вот Вот Этот Самый ВАВ Этот ВАВ В кавычках Потому Что Например Часто Удобно Просто Сдампить Assembl Как Есть Без Заголов Как Без Всего Просто Типа Флотом Идут И Также Кастом Дуэлл Загрузить Тоже Это Все Есть Это Я Сегодня Показывать К сожалению Не Буду Вот Да И Экспорт Из Форкленга Из Реной За Форкленгом Там Вот Это Все Он Довольно Неудобный У меня Все Давние Мечты Переделать Интерфейс Для Форкленга Чтобы Во-первых С ним Сами Было Лобнее Работать Во-вторых Чтобы Экспорт Был Не то Что Нажал Кнопку Рекорд И Ждешь Пока Весь Трек Поиграется Перед Тем Как Он С С Дальше Какой-то Прога Генерация Форкленга Форкленг АС Есть Он Просто Идет Вместе Форкленг В его Архиве Форкленг Инк Получается В результате Экспорта Из Вот Этой Штуки То есть Там В Форкленге В Вести Нажимается Экспорт Нажимается Play Для Трека В Редакторе В Фреквенсоре И В конце Когда он Отграет Весь Трек Получается Форкленг Инк Такой Так Что я Еще Пропустил Да Вот Здесь Вот Это Сказали Да Вот Это Я Тоже Сказал Не Видно Зарывка Не Видно Надписи О Так Форк Аудио Экспорт Тул Надеюсь Как-то Так Должно Быть Видно Вот Тут Не Очень Сильно Важная Надпись Что На деле Музыка Будет Отличаться От Того Что Всех Катбазы Вот Эта Штука Она Написана На Крестах Вот Эта Штука Она Естественно Написана На Астме И Они Соответственно Кормятся Немножко Разными Данными И Из-за Всяких Ну Условно Назовем Это Багами Они Соответственно Могут Звучать Немножко Разному Поэтому Это Периодически Доставляет Некоторую Боль Что Оно В Секвенсоре Звучит Одним Образом Если Там Делать Какие-то Сильные Экспериментальные Вещи А В результате Звучит Немножко Другим Еще Были Смешные Баги Экспортнутая Версия Она тупо Падала Ребята Где-то Месяц Или два Назад Выложили Новую Версию Фортленга В которой Написано Что Баг Судя по всему Баг С которым Мы Часто Талкивались Что Он Был Пофишен Это Мы Наверное Сегодня Не Проверим Где Наре Custom Tool Какое Название Custom Tool Это Просто Custom Это Своя Утилита То есть Это Не Какое Это Название А У меня Есть Тамеска Она Есть На GitHub Но Я Не Готов Про Нее Рассказывать Потому Что Она Очень Сырая Мы И Использовали До Множества Наших Идер Но Она Всегда Была Подпилена Очень Сильно Напильником Для Конкретно Той Вещи Над Которой Мы Работаем Поэтому Я Не Готов Е Сейчас Показывать Это То Что Вы Можете Либо Написать Сами Либо Мы Со Временем Как Сообщество Можем Довольно Быстро На самом деле Это Пишется За пару Вечеров Вот В этом Минимальном Варианте Но Реально Пишется За пару Вечеров Можно Выложить Туда В Этот Самый Репозиторий Который Я Сегодня Собираюсь Выложить Вот Так А Есть Еще Какие Либо Вопросы По Этому Поводу У меня Уже Чай Даже Остыл Давайте Минуточку У меня Язык Отдохнет Покажи На деле Да Мы Сейчас Соответственно Перейдем К этому Всему Поразвать На деле То есть И здесь Не заканчивается Нет Это Примерно Наверное Первое Третьего Прошла Если Не Меньше Не Уже Самому Страшно Значит Показать Все Это На Деле Давайте Для Простоты Мы Открываем Shader Toy Мы Открываем Shader Toy Он Подвисает И Говорим Давайте Забацаем Новый Shader То есть Давайте Начнем Соответственно Писать Вот Эту Часть Мы Начнем Сделаем Простой Shader Сейчас Я Буду Рассказывать Так Я Могу Создать Новый Paint Мне Очень Нравится Эта Картинка Я Хочу Сохранить Давайте Стрим Вот Сюда Это У нас Slide 02 Very Nice Мне Очень Нравится Могу Ли Я Открыть Еще Один Paint Я Могу Открыть Еще Один Paint Офигенно А Могу Ли Я Создать Canvas Не Человеческих Размеров File Пам 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 Как ему Числено А я могу делать Вот так И сделать Вот так Лол Этого Так по моему Он там Корчер О Отлично Отлично Теперь я могу Здесь рисовать Давайте начнем Значит С объяснения Того Что мы будем Делать В шейдере Еще раз Не появилось И вопросов Файл Свойства Ну да Я уже Сделал Спасибо Свойства Какой Гигантский Размер Отлично Спасибо Так Перед тем Как я начну Писать код В шейдере Я расскажу Как 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 правило Делаются Шейдеры В 4 килобайтах Используется Так называемая Техника Я думаю Наверняка Все кто здесь Присутствует О ней слышали Ребят Простите За такую Всякую фигню Давно не стрибил Не знаю Что может быть Надо Видимо Стрим Вводить На Через Несколько Моих Прекрасных Каналов В интернет Чтобы Если что-то Происходит Вот такое Чтобы все Просто брало И работало Опять Что опять Заработало Кино Будет 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 Так Вроде Костыль на Несколько Стабильных Каналов И начинал Еще Я когда Был В Астралии А вы помните Мой стрим Ну вы Ладно Кто-то может Помнить Мой стрим Из Астралии А я там Жил в гостинице В которой Интернет Был хуже Чем в самолете Вот Поэтому Я там Чуть было Не начал И я думаю Мы Такое Все-таки Начнем Все-таки Рано или поздно Я дойду До этого Так Где Там Короче Я Рассказывал Я Рассказывал Про то Так Чтобы Сразу Видеть Все Проблемы Если Что Сразу Делать Вот Так И А я могу Между ними Сделать Вот Такую Разницу Вот Так Я буду И вас Видеть И Так Ютуб Кстати Ютуб Сдох Да Ютуб Сдох Сдох Ли Ютуб Не Ютуб Какой-то Онлайн Вижу Что Там Есть Три Зрителя Поэтому Видимо Он Как-то Существует А Не Сильно Вижу Потому Что Это Чат Рестримовый Вот У него Нет Всяких Таких Штук Вот Сейчас Я Скину Ссылку На Ютуб Прямую Да Один Класс Пейнт Один Да Да Никак Не пиликает Ничего Не пиликает Я На самом Деле По глупости Своей Просто На этом Здесь Не залогин Нигде В твич И У меня Нет Отдельно От Этого Твич Чата Который Вы Биликал Да Хорошо Спасибо По Существу Значит У нас Есть Экран Есть Пиксель Координаты Пикселя Есть Время Из этого Надо Нарисовать Утро В сосновом Лису Соответственно Способ Который Приходит На ум Это Трассировка Лучей То есть Мы берем У нас Есть Где-то Камера Здесь Так У нас Есть Более Толстая Кисть Камера Здесь Какой-то Экран Здесь На нем Какие-то Там Пиксели И мы Пускаем Из камеры Через Вот этот Через Пиксель Куда-то Луч В нашу Сцену Для простоты Представим Что у нас Здесь Там Здесь Там Здесь Где-то Там Шарики Два Шарика Самый Простой Способ Который Приходит На ум Формулу Вот У меня Кстати Очень плохо С органическими Штуками На самом Деле Надо Потренироваться И Поделать Какие-то Вещи Потому Что Если Вы Видели Что IQ Делает Он Как бы Делает Совсем Космические Ященные Шейдеры Но Он Их Делает Там Сколько Лет 15 20 У него Очень Прикольный Доклад На Сигграфе Вот В Австралии В этом Году Где он Рассказывал Про то И как Ну то понятно Что за этим Человеком Очень сложно Угнаться Он этим С детства Занимается Всякими Этим Функциями Офтопик Так Самый Простой Способ Аналитический То есть Мы Выписываем Функцию Для Пресечения Луча Со С Сферой Там Получается Какое Квадратное Уравнение Каких То Вычислений Мы Понимаем Что Здесь У нас Пересечения Что Мы С Этой Штукой Не Пересекаемся Пересекаемся С Этой Штукой Пересекаемся Где-то Вот Здесь Вы Здесь Выбираем Ближайшую Если Здесь Еще Какая Была Надо Выбрать Ближайшую Из них Всех Если У нас Там Тысяча Этих Шариков Получается Все Плохо Потому Что Каждая Из Этих Функций Аналитических Довольно Тяжелая И Да Не Там Он Не В смысле Совсем Нанимался Всякими Красивыми Штуками На Формулах Понятно Что Сильно До Опен Желе Это Все Было И на Процесс И Так Далее Вот Короче Аналитический Подход В принципе Как-то Работает Можно Искать Пересечения С простыми Штуками Типа Плоскостей Шариков Но Если Становится Слишком Много То Получается Это Считать Тяжело И Пересечения С Какими Более Сложными Вещами Такими Как Кубик Или Какие Более Еще Более Сложные Вещи Становятся Смем Неприятны Поэтому Аналитического Пересечения Как правило Никто Не делая Кроме Каких-то Простых Случаев И случаев Где Оправданных Сцен Где Сцен Совсем Не Сложные Например Я Делал Аналитическое Пересечение В Случае Паст Рейсинга Когда Там Буквально Типа Две Сферы А Две Плохости Что-нибудь Такое В таком Случае Аналитическое Пересечение Работает Прекрасно Его Не Вроде Все Вроде Все Норм На моей Стороне Все Норм Так Дальше Что мы Смотрим Дальше Да Короче Аналитическое Почти Не Использует Raymarging На Функциях Расстояния Raymarging Distance Fields Марширующие Лучи На Функциях Расстояния В чем Идея Для Каждой Точки Пространства Мы Задаем Функцию Которая Возвращает Оценку Или Ограничение Снизу По Расстоянию До Ближайшей Геометрии Ну Вот Видимо Простите За Все Технические Вещи И Да Не Не Отладил Или Может Какие То Проблемы С Интернет Чат Ютуба Я не Вижу Я вижу Тут Иваник Привет Привет Игорь Привет А почему То Не Да Чат Короче Все Сегодня Полный Провал Технические Точки Точки Зрения Все Не Работает Чат Не Виден Стрим Пропадает Звук Лагает Низкую Задержку Да Может Быть На вашей Стороне Может Быть И На моей Стороне По Какой То Причине А Если Вот Говорят Что Все Нормально Ладно Короче Продолжаем По Существу Значит Функция Расстояния Вот У нас Есть Допустим Точка Здесь Тут Для нее Мы Видим Штри Шарик Мы видим Этот Шарик Мы видим Этот Шарик И мы Видим Этот Шарик И Вернет Она Значение Вот Это Расстояние Вот Соответственно Для Точки Здесь Мы Видим Вот Это Расстояние Вот Это Вот Это И Вот Это Расстояние И Вернем Вот Это Расстояние Вот Это Вот Которое вот дальше соответственно как это можно использовать для торсировки очень просто мы начинаем вот здесь вот где-то на экране спрашиваем функцию расстояния скажи какое минимальное расстояние она говорит ну вот мы я проверила вот это проверила вот это проверила вот это вот это ближайший то есть вот это вот штука ближайший соответственно мы точно знаем в этой точке что если мы шагнем на вот это расстояние мы не на что не упрёмся потому что функция нам сказала что в этом радиусе ничего нет поэтому мы берем и шагаем на вот это расстояние вот сюда то есть вот так вот мы шагнули соответственно здесь мы точно также спрашиваем функцию какое минимальное расстояние она говорит ага вот это соответственно знаем что в этом радиусе ничего нет. И мы можем спокойно шагнуть опять вот сюда. Вот это шагнули. Дальше мы опять спрашиваем. Видим вот это, вот это. Вот это минимальное. И соответственно опять шагаем на вот под точку. Вот так вот мы перепрыгнули, прыгнули, прыгнули, прыгнули. В этой точке мы видим, ага, что минимальное теперь на самом деле вот это. Шагаем сюда и упираемся в наш прекрасный шарик. Итого раз, два, три, четыре. За четыре итерации мы наткнулись на нашу геометрию. И что самое характерное, функция расстояния гораздо проще для вычисления, чем какое-то аналитическое пересечение. Выглядит она следующим обранным. То есть для шарика это что? Это просто расстояние от точки до центра шарика минус радиус. То есть это вот то, что вы наверное видели. То есть вот центр шарика минус точка, которую мы сомплируем. Это вот расстояние между ними минус радиус. Это будет наша функция расстояния для одного шарика. Если у нас шариков миллион и там какие-то более сложные вещи, то у нас соответственно нужно просто взять минимум из вот этого и каких-то там еще функций, которые мы высчитаем. Размер шага размер шага это именно то расстояние, которое нам вернуло функция расстояния. Вот. Вот такая штука. Более того, если идти чуть дальше, то можно легко... Я это покажу еще в шейдере соответственно, то у реймарщины на функциях расстояния, у функции расстояния в принципе, у них есть всякие прикольные бонусы, которых нет у аналитических функций. Как, например, очень легко взять нормаль для произвольной точки. То есть произвольные точки мы можем взять нормаль, потому что это тупо градиент этой функции в данной точке. То есть отдельно читать. Ну, я рассказываю базовые идеи. Как бы сегодня, понятно, мы идем очень по верхам. У меня было много стримов про вот этот реймарчинг. Я там много раз это делал. Вот я рассказываю типа всякие фишки, что, короче, можно брать легко нормаль. Этого достаточно для того, чтобы рассчитывать освещение. Можно делать сложную геометрию. То есть можно писать здесь какие-то сложные функции. То есть там легко делать те же самые плоскости легко, кубики легко, а всякие цилиндры, всякое... вот это все делается просто. Просто делается булевая геометрия, когда один объект можно вычитать из другого, пересекать с другим. Это делается через там не мин, а уже через макс. И там всякие игры со знаками. Это тоже мы сегодня, я надеюсь, попробуем. Я просто... мы напишем шейдер, который всякие вот эти мелкие фишки содержит, чтобы просто показать, что это делается легко и занимает очень мало мест. Вот. Есть всякие прикольные штуки, когда можно повторять геометрию бесконечно через просто остаток отделения. Тоже я это все покажу. То есть можно делать очень сложную геометрию и дальше, если попытаться уже отходить от строгих функций расстояния, когда вот это вот расстояние оно в строгом смысле расстояния, оценка расстояния. Оценка расстояния снизу, да, получается, то есть минимальное расстояние. Если можно делать так называемые доменные деформации, когда просто пространство начинать как-то ворпить, поворачивать в зависимости от того, где ты находишься и так далее. Это перестает быть функцией расстояния в строгом смысле, но можно начинать делать удивительные совершенные вещи, совсем сложную геометрию. Там придется играть уже с всякими артефактами, но тоже можно делать. Короче, на таких функциях, с таким подходом можно делать сложную геометрию просто и просто, легко и в минимальном размере. геометрию 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 по большей части они все рядышком, поэтому они будут делать одинаковые шаги, одинаковые шаги упрутся здесь, поэтому это все вычисления делают быстро. В случаях, когда, например, один пиксель прошел мимо и один попал сюда, там действительно будет performance hit, потому что мы будем вынуждены задерживаться и выполнять обранча, но это все детали, сегодня нам это не понадобится. что нам может быть важно, это то, что у этих функций расстояния есть неприятный косяк, неприятный момент, это то, что вот всякие пролеты луча такого типа очень тяжелые, то есть мы вот постоянно делаем кучу вот этих вот мелких шагов здесь, то есть мы тратим очень много итераций на пролет рядом с геометрией, и тем более очень плохой случай, когда у нас вот есть плоскость и летит луч вдоль плоскости, то есть камеру направлять параллельно с плоскостью очень неприятно, то есть это сожрет сразу вся наша доступная итерация. Вот, указатель почти не видно, да, есть такая проблема, я его тоже самочет не вижу. Для этого есть какие-то способы, чтобы его было лучше видно, но я, к сожалению, не знаю, не готов. Но на этом мы заканчиваем вот эту теоретическую часть про функцию расстояния и переходим к практической части. И здесь я, видимо, вынужден сделать маленькую паузу минут на 5, потому что у меня уже отсохло все. Давайте сделаем небольшой перерыв. Вы сходите попьете чай, я схожу попью чай и продолжим писать. Напишем простой шейдер, где я покажу все эти техники и мы его попробуем дальше подложить в... Давайте задавайте вопросу... Давайте задайте вопросы, можете задать вопросы, или давайте нет, давайте я сделаю перерыв, вы пока можете написать вопросы, я вернусь отвечу на вопросы, и мы продолжим. Давайте поступим так. Вот, сейчас давайте тогда перерывчик. Я вернулся, надеюсь меня видно, надеюсь все работает, ничего не упало пока я отсутствовал. Вроде ничего не упало. Да, вроде работает, отлично. Так, вопросы, 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 давайте посмотрю вопросы, пи-курт, шайпу, пьем, отлично. Определение цвета, яркости интересует. Сейчас заберемся, тоже есть несколько возможных подходов, но по сути, как правило, все это делается через обычные функции, ну освещения привычные для графики, там, ламберт, фонг, вот эти все гата. Это конкретно освещенность, да, а конкретно цвета, это уже творческий замысел. Формула и палитра, да, всякие палитры там. Это прикольные ссылки, кстати, надо будет. Давайте я открою цик попало по браузерам, да, где я хочу, чтобы они открылись. Да, можно, кстати, попробовать какую-нибудь палитру прикрутить. Спасибо за ссылки, да. Что, поехали. Я смотрю, народ там потихоньку отвалился, было человек от 40, по-моему, да. Но они пропускают самую интересную часть. Наконец-то сейчас попрет контент. Так, вот у нас есть типичный шейдер тоевский шейдер. Давайте сбросим его время. И надо задать ему наобившим простой реймарджер. Делаю это в тысячный раз. Мы начинаем сектор 3. О, это позиция. Да, можно вот это наверное все убрать. так, нужно убрать. Тоже можно все убрать. да. Начинаем по-простому в точке с координатами 0, по x 0, по y допустим тоже 0, а по z допустим 5. В OpenGL система координат такая, что z направлена к зрителю, то есть к вам, если вы смотрите то есть короче от экрана направлена к вам если вы смотрите она к вам направлена и соответственно направление луча это просто он должен быть нормализован и поэтому нормализ век 3 а дальше делаем можно делать чуть более сложные вещи с плоскостями чтобы это было совместимо с традиционным рендерингом для с обычной геометрией то там можно играть со всякими матриями мы делаем по-простому это значит UV где UV у нас координаты это вот эти причем они здесь сделаны здесь нам их надо поправить да давайте начнем с того что мы поправим наши координаты то есть мы делаем B3C это наш цвет и делаем UV 0 сначала вот так и посмотрим что будет будет такая штука а ему надо поправить аспект как правило это делается вот так через iResolution x поделить на iResolution uric и надо еще UV минус пополам сделать чтобы у нас от минус единицы до минус единицы до единицы а тут чуть шире чтобы это все было квадратненькое 1080p60 давайте я сделаю просто шрифт побольше надеюсь так будет лучше вот так вот теперь с этим можно работать теперь вектор d это нормалайз от вот этой штуки и по сути дальше надо смотреть поскольку внутрь сцены то это z будет отрицательно и вот это число которое мы здесь напишем 1 2 там или 3 оно по сути влияет на field view я пишу обычно районе там от 1 до 2 в зависимости от стрим сдох вроде не сдох стрим окей на видео вот для части людей стрим периодически пропадает мне кажется что где-то короче отдающий сервер вижу как минимум 2 человека свой надо делать свой стрим свой поднять сервер где-нибудь раздавать с ним что хотим получить а я рассказываю про реймарч я сказал про реймарч сейчас я просто покажу всякие техники мы соберем простую сцену на реймарч на реймарч чтобы было как и шейдер подложить в интро да вот короче мы сделали так сделали так теперь сделаем наш реймарч цикл флот л это сколько луч прошел и сделаем давайте я флот сделаю итерацию чтобы показать еще одну интересную штуку мы сделаем до допустим 100 итераций максимум 100 шагов мы можем сделать а дальше мы пишем обычный реймарч луп это наша точка п давайте мы ее заведем сразу где нибудь здесь век 3p чтобы она сразу была переменной здесь мы делаем это о плюс д умножить на л точка из которой мы начали плюс направление луча умноженное на расстояние которое мы прошли дальше мы делаем давайте тоже сделаем переменную d d это оценка нашего расстояния обычно люди пишут функцию sdf я люблю писать функцию w не знаю почему так привычно мы ее сейчас определим это наша функция расстояния чат ютуба не читают да чат ютуба пропадает давайте я посмотрю чат ютуба полную сумму бежать старые вопросы простите ребят на ютубе у меня ютубовый чат почему-то сюда не погрузился и он на кучу разных окон я забываю павел привет да советую если пользоваться чатом чатом на твича потому что потому что сегодня все сломано все идет так так и дальше мы делаем простую штуку если расстояние меньше какой-то граничной штуки вот если оно меньше вот этого значения то мы говорим что все мы типа вышли да и надо соответственно шагнуть на него вот так а еще можно сделать маленькую оптимизацию или если мы шагнули слишком далеко то есть сделать например это максимально куда мы далеко можем чтобы ограничить чтобы мы не улетали лучше мы слишком далеко а я рассказываю про то как сделать 4k интро под инду и это проще всего сделать из войны и хотя технически я мог бы это делать на линуксе тоже да я пытаюсь комментировать код да вот все подробно рассказываю про задавайте вопросы если какие-то конкретные моменты непонятно задавайте вопросы вот здесь соответственно вот давайте еще раз я пройдусь по всему что здесь есть а переменная о это точка из которой мы начинаем это то где находится наша камера переменная D это куда это направление луча для каждой конкретной точки он соответственно зависит для пикселя он зависит собственно от координат пикселя и от некоторого числа которое соответствует углу обзора там можно короче какой-нибудь тангес написать но по факту проще написать какое-нибудь число и его потюнить чтобы выглядело то как мы хотим чтобы оно выглядело дальше у нас есть переменная L это расстояние которое наш луч шагнул а переменная L это ограничение что если мы ушли так далеко то все хватит это как граница сцены переменная D это локальная переменная будем использовать ее для оценки расстояния переменная P это где мы сейчас находимся в какой точке сейчас находится луч и тогда у нас есть цикл raymarsher где мы делаем максимум 100 швов для луча и мы начинаем в точке P которая соответствует которая вычисляется как луч D вышедший из точки O на расстояние L это не рыбий глаз это обычная какая-то камера вроде как не рыбий глаз она как бы по-моему она технически не очень даже соответствует в общем ее можно поставить в соответствии с обычной вот этой пирамидой но это по сути это пирамиды она не усеченная в этом смысле потому что мы начинаем с точки там можно по-разному делать проекцию это самый простой и дешевый способ сделать проекцию есть это то где можно начать заниматься творчеством и делать рыбий глаз делать усеченную пирамиду для того чтобы эта сцена могла существовать сцены обычной из треугольников или каких-нибудь частиц вот это тоже это все делается вот ну не обязательно там можно по-другому считать но принцип такой же есть точка с которой мы начинаем есть направление луча и мы вдоль этого луча шагаем в принципе если заниматься ремаршингом принцип один и тот же дальше можно просто эти лучи по разному располагать вот значит мы оказались лучом в точке P вычисляем наше расстояние до ближайшей геометрии в этой точке шагаем на это расстояние и если это расстояние оказалось меньше какого-то порогового значения или если мы вышли за границу нашей сцены шагнули слишком далеко то мы выходим из этого цикла дальше простая проверка если мы не вышли за границу если мы все еще находимся в сцене понятно можно проверять можно лошадь какие-то делать как правило это все не нужно можно проверять очень простым способом что мы действительно находимся внутри сцены если мы находимся внутри сцены то мы как-то рассчитываем наш цвет цвет можно рассчитать по простому давайте это просто будет та точка в которой мы находимся умноженная на например на сколько далеко мы ушли то есть если мы ушли слишком далеко то у нас будет черный свет то есть если или равен или маленький равен большому то единица минус единица 0 и это все черное чтобы она как бы уходила в туман чтобы хоть минимальный комментарий я я рассказываю все голосом минимальные комментарии к сожалению у меня не останется времени то есть ей так стримлю уже час я хотел стримить два часа и мы где-то на все еще трети стрима то есть еще не про все успею сказать я покажу для чего это нужно буквально через несколько минут так в да мы не написали саму функцию давайте напишем функцию W функцию расстояние 3 как я уже говорил ты например для одного шарика это будет просто расстояние от центра давайте разложим шарик центре с координатами 0 0 0 просто в центре системы координат и минус радиус 1 это будет простой шарик вот он наш простой прекрасный шарик так вот это можем отладочную убрать и вот мы видим шарик замечательно вечер обещает быть вот дальше можно например сделать давайте мы делаем его отдельной переменной и и сделаем пол это соответственно плоскость y плоскость xz плюс единица да чтобы пол был здесь внизу потому что шарик в нуле и с радиусом единица вот а соответственно если мы допишем просто по игре кто понятно что у нас будет в точке если игре у нас 0 то это 0 значит это уже геометрия пересекла в точке один расстояние 1 если в точке п игре кроме единицы просто я не иметься чтобы сдвинуть эту плоскость вниз на единицу значит надо к ней прибавить 1 тогда у нас точки с п игре равны нулю будет единица в точке с п игре равны и минус единицы будет ноль будет здесь лоскость и объединение их очень простое это пол ми минимум сбал и венда вот у нас есть соответственно какой-то пол можно сделать это все чуть более видимым то есть если уберем свет делаем просто что они такие белые мы увидим соответственно вот эту вот всю штуку вот а дальше то что я говорил можно заниматься всяким вычитанием и булевой всякой геометрии например быстренько покажу что можно вырезать из шарика как какую-то секцию то есть можно например взять максимум из шарика и здесь я начну просто придумывать п игрек то есть пример я хочу отрезать у него здесь шапку то есть это мне надо чтобы в какой-то точке здесь у меня п игрек был да это будет получается тот же самый п игрек минус ну допустим половина вот так или если я сделаю могу сделать сил ст и здесь не надо будет объявить переменную т потому что это шейдотой и здесь это как бы как там переменная со временем а это им просто да вот мы отрезаем от шайка куски глаза если мы сейчас начнем заниматься сильно здесь всяким творчеством это совсем заняться я хочу по верхам быстро 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 бреди до x увеличивается вправо для вас вправо а y увеличивается вверх z идет от экрана то есть в глубь то есть на меня если вы смотрите новую картинку вот то есть всякие вот такие простые штуки можно вот так нарезать и дальше что нам нужно чтобы например посчитать освещение нам нужно нормально нормально напишем какую функцию wm и нормаль считается довольно просто на просто градиент функции в точке так какой план а сейчас сделаем нормально сделаем освещение сделаем чуть-чуть геометрии и попробуем наверное этот шейдер запихать куда-нибудь чтобы посмотреть а в смысле пролистать 40 строчек до минимальных у нас уже тут что происходит вот а значит про нормально а этот шейдер минифайд у нас все сделает тоже вы видите видите я включаюсь на то что можно сделать вот так 0 а можно сделать вот так 0 и типа они по-разному пакуются помнишь шейдер минифайр приводит к нормальному состоянию и они будут к оптимальному к тому чтобы она паковалась так игорь привет ютуба да и на ютубе комменты не работают поэтому сорян давно не было я надеюсь что я смогу продолжать стримы регулярно у меня был безумный год еще попало бы вообще может когда-нибудь расскажу с дамами не с дамой был все неудачно каких-то мне поезд пин реал-тайм как пользоваться по избином снег то выпал то растаял короче что попало происходит так а его могу потом обновлять о надо sign up сделать начал не 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 могу его редактировать ups да ладно да не хочу логиниться мне нет аккаунта поэтому нафиг ужин это мне это мне жена шапку выбрала я не хожу а так то есть давайте нормально нормально игре всего лишь градиент функции расстояния то есть мы пишем нормалай потому что нормально должна быть нормализованная да а дальше мы делаем а то есть можно делать на полностью честный градиент а можно делать очень быстрый такой хак математический не супер корректный но для 4к как правило очень достаточно а то есть как можно рассчитать градиент очень легко и просто ну что приближенное градиенту это мы берем от нашей точки делаем по оси x отходим чуть выше то есть это y из x я сделал себе для удобства такую переменную здесь и могу делать связал чтобы не здесь писать век 3 там . 0 1 потом 0 я могу через связал строить вектор из нужных значений то есть по иксу сделаем небольшой код по иксу тоже немного отступаем так по моему тут должен быть плюс да тут должен быть плюс точно также по игреку и точно также по z а дальше из этого всего вычитаем просто значение расстояние в эту точку вот теперь мы можем попробовать это все проверить как же это будет да соответственно мы видим что плотность которая смотрит наверх она зеленая то есть это y равен единице видим что все что смотрит на право красная то есть это x тоже единицы это что смотрит на нас на камеру она синяя это за смотрит на нас с нормаль брой корректно теперь мы можем взять и сложить посчитать как-то цвет здесь и цвет можно посчитать довольно простым способом то есть полностью диффузный свет этого ламберт это просто косинус угла между источником света и нормалью поэтому а косинус угла это просто скалярные скалярные произведения да я правильно называю dot product у вектора несколько вариантов есть в смысле вот эта штука вот эта штука называется связал то есть мы из компонент вектора собираем другой вектор мы можем собрать вектор который состоит а у которого x это y из вот этого вектора y это x из вот этого вектора и z это тоже из этого вектора это дико удобная штука в шейдер постоянно используется в также в же или цели есть алиазы то есть икри из икз w к этим же компонентом вектором можно обратиться через rgb а потому что те самые переменные типа там где кривик 4 используются как для координат так и для цветов то есть тип перемен и одно и то же один и тот же но в разных контекстах они используются для разного то есть либо для координат либо для цвета вот поэтому можно связал это так делать но и связала попрощаться компонентом вот ок освещение простое освещение давайте зададим наш источник света у нас источник света допустим будет просто directional light и point light он будет не в точу он будет светить откуда-то туда типа как будто это солнце давайте мы тогда назовем это sun deer направление на солнце она тоже должно быть нормализовано чтобы это чтобы математика вся это имела смысл и давайте мы создадим его типа а откуда она будет смотреть на давайте просто 1 1 1 то есть она будет откуда-то как же вам это показать наверно вот так вам показать да то есть ну вот так вот и теперь тогда цвет это будет надо взять тоже век 3 1 надо взять максимум потому что в скалярные произведения может быть с тю и а может есть и стою и не знаю вот стою и никогда не поднялась вот потому что солярное произведение может стать отрицательным если вектора разнонаправлены а в данном случае у нас просто эта точка когда не освещается из того места поэтому она будет постановить так скалярное произведение тогда это между нормалью и сандир вот и по сути вот вот он наше освещение то есть можно видеть что оно есть до немаловажный момент нужно сделать гамма коррекцию гамма коррекция делается вот так не буду вдаваться подробности почему и как но в общем самый простой способ гамма коррекцию сделать вот так гамма коррекция это смысл в том что рассказать по правильно чтобы не обмануть никого и самому не ошибиться надо писать вот здесь работаем внутри шейдера удобнее всего работать с линейным цветом но когда вы вводим шейдер на экран экран уже работает в грифмической шкале поэтому надо превращать ее в грифмическую шкалу максимально сжать экзэ да это кринклер я про него сегодня рассказывал когда рассказывал про общий тулчейн вот наша картинка с тулчейн но конечно без объяснения ничего не будет понятно я не буду про ней сейчас проходить нас кринклер вот он использует для того чтобы сгенерячить конечную конечный экзэшник вот сделал на консоли dds текстуры dds текстуры это отдельная песня со связлом никак не связанная связал здесь это может там тоже есть какой-то связал что-то бы имелось бы ввиду под связал здесь это просто вот эти вот перемешивание кабинет вектор и вижу артефакта какого артефакта вот это значит есть вот такая штука это ламберта освещение по ламберту дальше можно например добавить немножко глянца этому прекрасному объекту это уже блин фонг я конечно же не помню формулу ща попробую вспомнить формулу фоду а там что типа полу вектор между view и нормалью да то есть вектор который маленькая сути это можно делать потому что д отправим другую сторону он направлен от камеры к объекту они там объект от камеры минус до али n минус до а сандиры чате я думаю должно быть много специалистов по графике которые мне это все подскажут в крайнем случае из гули то есть по моему да по моему это на полу вектор между направлением на камеру и на источник цвета а дальше это соответственно плюс равно вик 3 давайте сделать тоже единичку там будет такая штука как в этот что-то возведется степени что возведется степень давайте мы напишем это спектр и сделаем эту соточку сейчас увидите как это влияет да это блин это блин фонг так степень сейчас введем спек это будет вот так а здесь такая же штука там тоже теколярные произведения между нормалью и вот этим пол вектором по моему это так работает да вот у нас появилось какое пятно то есть можно здесь вы сделать теперь вот так можно можно ничего больше пока не делать вот такое у нас есть свещение давайте мы это отдельно сохраним сделаем наш шарик вот такой теперь шлак теперь мы сделаем серо не до конца продает потому что я уменьшил вот здесь вот . 8 это диапазон того как вырезается мне надо залогниться в шейдер твой дан для этого а и не залогистирует шейдер твой в идее есть аккаунт не имя там десяток наверно шейдеров каких то есть вот вот это улучшение с моей стороны что я не залогинился в шейдер твой давайте я да да давайте давайте я залогинился в шейдер твой и мы это все сделаем секунду так я залогинился в шейдер твой что это у нас 4к интро холту и шейдер бип так это что англистит очень тему так сами сделали он ровнется ван тэк давайте ты вид пока действительно будет шейдер 4к интро холту стрим все теперь submit теперь наверное вот эта ссылочка будет работать да проверяйте работать ли это ссылка и мы сейчас будем видимо редактировать дальше этот шейдер здесь да солнце действительно можно подвигать можно повращать можно там синус т единица 8 вот она будет там как крутится работает прекрасно теперь мне надо периодически просто нажимать своих здесь все работает вроде все работает замечательно теперь теперь давайте я покажу пару трюков с тем что можно тут делать трюков очень много и поэтому я покажу только небольшую часть из них 60 fps на софроне да потому что это очень простая сцена и очень простой рыберы марчинг на дизайнс филдах он реально очень простой вот давай я покажу трюк пар трюков век 3 это повторение объектов бесконечная геометрия такую функцию реп 3 можно назвать конечно как угодно и выглядит таким образом мы говорим остаток деления b на с минус с пополам теперь берем и говорим что давайте вот здесь вот так это сделаем говорим в 3 а.п. и допустим они будут повторяться каждые вот и сразу у нас стало очень много шариков мы соответственно может сделать шарики поменьше и повторяться их почаще можно еще поменьше еще почаще и можно там сделать вот ограничение побольше и как видите шарика стало очень много форен вылетоке декларейшин но можно вот здесь вот вот иметься чтобы это починить просто я это и буду использовать дальше да то есть можно перенести свою инициализацию тут туда вот то есть вот такой очень простой трюк что можно создать много-много-много этих шариков дальше еще какой трюк можно сделать давайте напишем для коробки есть очень красивые функции для коробки но они чуть сложнее я их не помню из памяти поэтому я напишу супер простую функцию с коробки для коробки это мне сначала нужна инструментальная такая штука как v-max это максимальное значение из вектора то есть если p x y максимальный из p из p y и pd я надеюсь это понятно сходу да функция для коробки да бокс 3 а век 3p и 3s это размер тогда функция коробки выглядит следующим образом это в max abs p-s abs это абсолютное значение я могу наверное рассказать как это делается но по сути у нас для координат x y все то же самое коробка симметричная до относительно вот этих сокращений поэтому а когда мы делаем abs p абсолютное значение мы отражаем функцию относительно 0 то есть она растет в обе стороны и минус с мы как бы вы вычитали какой-то кусок то есть вот что-то между вот этим симметричными относительно 0 значениями будет меньше нуля на самом деле а дальше мы для x и big z это все делаем то есть вот это вот векторная форма она делала левый x и y а в max выбираем максимальное то есть чтобы чтобы геометрия вернула меньше нуля то есть что мы внутри коробки находятся надо чтобы вы по всем осям были внутри как бы коробки свиней функции свиней да я на работе не работаю с графикой вообще вот теперь мы можем сделать например флот бокс это будет бокс ты п и например размером ну скажем . 5 а я где-то туда где что-нибудь кабель поставил теперь мы можем сделать мин вот у нас есть коробка а мы можем ее вращать надо написать матрицу вращения я не буду делать трехмерную матрицу сделаю двумерную матрицу как оптимизацию функцию вращения потому что мы можем построить двумерную матрицу а дальше перемножать отдельные компоненты векторов на двумерную матрицу пусть коробка подвизится к нам но мы можем находиться чуть ближе к коробке а и здесь я не написал поэтому она ошиблась вот сейчас я могу написать матрицу вращения тоже я делаю это очень быстро потому что знаю то есть c это косинус угла s это синус угла мы это все знаем а дальше мы просто вращаем в двумерную матрицу t s минус s c это матрица вращения вот и теперь мы можем например палачивать только коробку мы bp сделаем переменную это то же самое что п а дальше мы говорим что п вращение в и игорь это п xz надо будет умножить на рм от т чтобы она обращалась и сделать п а п п обращалась все кроме коробки вот наша коробка вращается мы соответственно можем например сделать вынести эту матрицу за пределы нашей функции расстояния а я могу здесь вот так сделать не могу вот-вот есть такой момент в vjl шейдер что нельзя делать глобальной для переменных присваивания прям неудобно это я тоже не смогу сделать да 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 ладно когда когда могу сделать здесь в mp там yc тоже умножить на bm У нас как-то вращается кубик Можно define, да, save Хорошо, save Вот, а дальше что мы можем сделать, например Дальше мы можем сделать следующее Можем сделать max И это будет пересечение этих геометров И дальше мы можем сделать эти шарики совсем малюшими И впритык друг к другу Давайте сделаем их еще меньше Что-нибудь такое И все-таки, например, добавим Пол То есть вот на реймарчинге можно всякие такие штуки делать очень быстро То есть раз, раз, раз и уже получилось там что-то вот такое Причем, например, можно здесь еще сделать 4 плюс единиц на синус т Первый раз Да Да Что-то какие-то артефакты там странные я вижу Каких не должно быть Трехмерный шум можно реймарчить Но это будет уже, соответственно, довольно дорого Ага, его вот так сделать По-моему, ей не хватает шагов Больше итерации Да Да Больше итерации А это не деление на ноль Это довольно характерный для реймарчинга артефакт Потому что мы можем оказаться где-то близко с геометрией Но не совсем в геометрии Там, соответственно, все немножко ломается Стало ли так лучше? Нет, не стало Тут я, к сожалению, не смогу сильно рассказывать Как чинить всякие артефакты Нет, деления никакого здесь нет Здесь вот это вот деление только было и все Да, можно, кстати, его вернуть Чтобы было помягче Больше нам не нужно такое большое расстояние Можно вернуться чуть назад Точно так же, соответственно, можно крутиться камерой вокруг Этого объекта Больше травы Траву технически тоже можно делать Мягкий пол Save, да, save Любой травы Так, что еще можно делать? А еще важно, наверное, последний важный момент Который я здесь расскажу Перед тем, как мы пробуем чуть-чуть поиграться с цветами Чтобы хоть что-то там тут происходило Это шум Как делается шум? Flash Ага, флот Кэш Флот Делается шум Примерно таким способом Мы берем и делаем Fract Остаток отделения То есть дробная часть От нуля до единицы Синус F умножить на что-нибудь Я нажимаю на случайные клавиши на клавиатуре Вот Соответственно, мы можем попробовать отладить этот дом То есть Фраг Color Сказать, что это век 4 От хэш Я напишу 1 сразу Сейчас поймите, почему Сейчас расскажу, почему Хэш 1 Что? Ага, и оно перезапишется Надо return сразу У нас есть какой-то хэш Давайте сделаем сейчас тогда функцию еще Двумерный хэш А это делается Через хэш 1 Только он делается Мы проецируем двумерную штуку На одномерную штуку Вот таким способом Там просто тоже какие-то взаимно простые вещи Надо написать Тоже на самом деле довольно случайные Это не знаю Не знаю, что написать Сейчас просто увидим, как это будет выглядеть Хэш 2 UV Ага, что-нибудь тебе не понравилось Точка Да Ну, более-менее выглядит, как Мне повезло со случайными цифрами И теперь надо написать И теперь надо написать Ноис 2 Фиг 2 В Фиг 2 В большое Это просто Флор В Это целочисленная часть И тогда В маленькая Минус равно Чтобы осталась дробная часть И здесь мы можем еще дополнительно Вот это вот Е вынести наверх Потому что мы ее здесь тоже Запись пользуем Сейчас Сделаем ее 3 Вик 3 И чтобы эта компонента была Единичка Вот так А дальше Это просто Как это называется Пятидельная фильтрация Что ли Да Кто разбирается в графике Может меня поправить Мы просто смешиваем А мы берем 4 точки Давайте я нарисую Чтобы это было понятнее Что именно я сейчас сделаю Я беру У нас есть Как бы Логическая сетка Да В узлах У нас Целочисленные координаты Вот И мне надо Написать функцию шума Которая интерполирует Между вот этими Значениями Лерб Да Лерб Да Белинейка Да Ай Где мой курсор Я тоже его не беру Вот Мы берем Здесь Точку например Надо понять Значение здесь Что мы делаем Мы Делаем интерполяцию Между вот этими Штуками вот здесь Интерполяцию Между вот этими Штуками вот здесь После чего Интерполяция Между этими Штуками вот здесь Это Микс Микс И еще раз Микс И получаем Значение Для функции Здесь Вот То есть Тут сам Микс Значит Точка Хэш 2 В точке В Большое Хэш 2 В точке В Плюс Е З Икс И это Все по Интерполяции В Икс Да Еще один Х Большой Нужен То же самое Сдвинуто По Икс Вниз Это Е Х З И З З И дальше Это все еще В Икс Теперь мы можем Воспользоваться Этой Ну Из 2 Здесь Ну Естественно Юги Надо умножить На какое-нибудь Большое Число Чтобы Увидеть Что тут Происходит Мы видим Какой-то Интерполированный Шум Да Его Еще Можно Немножко Улучшить С помощью Вот Такой Штуки В 3 Минус 2 В По-моему Так Да Какой Смысл Этой Вещи Это Я просто Помню На память Это Задает Слова Вы Как же Это называется Гладкая Производная Гладкая Первая Производная Если Мы увидим Все это Вблизи Мы увидим Что теперь Границы Стали Гладкие Если Мы уберем Эту штуку Мы видим Что Тут Как бы В точках Узлах Значения Те же самые Но Между ними Попаляция Очень резкая То есть Резкий Перелом Это мы Сделаем Так Мы видим Что Первая Производная Стала Гладкой И никаких Разломов Нет Е Это просто Вектор Константа То есть Вот так Я могу его даже сделать Который Я использую Для свитинга Чтобы быстро Доступаться До значений Типа 0 1 . 001 В теории Да Как правило В 4К Интерах Вот это Все используется Потому что Оно занимает Мало места В некоторых Из своих 4К Интерах Где мне Нужен был Стабильный Шум Потому что От этого Зависело Как именно Построена Сцена Там Я делал Мне приходилось Генерировать Текстуру Именно На Нужен Камера Сцена 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 Так Тексту Вот так Подняться Здесь Я лучше Потом Поднимусь Под дерево Сцена Станет Станет Тяжело Можно Сделать Вот так Можно Сделать Вот так И здесь H умножить на H Он будет Чуть более Сложный Там Начнутся Всякие Артефакты Могу Наверное Не Сделать Здесь Вот так Да Тут Начинают Всякие Выкрутасы Что Надо Делать Правильное Количество Шагов Интересные Артефакты Значит Да Начинается Все Как Уменьший Шаг Да Так Давайте Знаете Что Сделаем Что Мы С С В В Принципе Можно И Так А Вот Что Мы Хотели Поиграть С Цветами Хотели Поиграть С Цветами Попробовать Поиграть С Цветами А Б Косинус Ц Цветами Что У нас Что Читаю Вместе С вами Первый Раз Т Меняется От 0 До 1 Косин С Цветами Цветами Это Вот Эти Всякие Значения Прекрасно Все Все Понятно Давайте Напишем Тогда Такую Функцию А А Плюс Б Умножить На Косинус 2 П Ц Т И Сделаем Что Нибудь Да Сейчас Начинает Отдать Типичный Реймарчинг Можно Хоть Минус Рисовать IQ Color Вектрии А Вектрии Б Вектрии С Вектрии Д И Флот Т Да И Это Ретерн А Плюс Б Умножить Косинус 3 14 15 92 6 2 Можно Это Делать Константой Конст П 2 П 2 Что там С Это Д Да Что там С Т А Это Все Скобки С Плюс Т Умножить На Д Вот Такая Штуковина И Теперь Мы Можем Сделать Например С 1 Которая Просто Зависит От Т И Просто Сюда Сделать В эту Штуку Return EQ Color Давайте Возьмем Какую-нибудь Палитру Не знаю Какая Вам нравится Больше Мне вот Это Нравится Больше Всего Сейчас Мы ее Просто 3 Сюда Подставим И Что Мы С ней Сделаем Ну И Например Например Материал Color Это C1 От Больше Сильно Не надо На самом Деле Вот Этой Точности Достаточно Фло Типичный 32-бит И он Содержит Всего 7 Значащих Знак 6-7 Даже Это Перебор Можно Так Оставить 26 6 Тогда Получается 22 на 7 Да Может 22 на 7 А Equal T У нас Дискотека Это Это Было Плохо Это Было Плохо Давайте Вот Что Попробуем Давайте Попробуем Сначала Сделать Цвет Солнце Он Наверное Должен Быть Слегка Желтоватый Но Лишь Слегка То есть По 9 8 5 Что Нибудь Такое Видимо Скоро Опять Делать Перерыв Потому Что Я Начинаю Запутаться Языком Пальцем Странный Странный Цвет Странный Да Это Вот Имена Переменных Вот Этот Трэш Это Типичное 4К Программирование Видели бы Мои Шейдеры Часть Шейдеров Которые Мы Релизили Как 4К Я Выложил В Публичный И там Конечно Полная Дичь У меня были Интры С ПР И Я Никто Просто Это Сейчас Делать На память Нам Нужно Быстренько Какой-то Шейдер Собрать Быстренько Какой-нибудь Шейдер Собрать Какой Мы Можем Быстро Собрать Шейдер Вот Это Конкретно Тупик На Котором Я Показывал Какие-то Всякие Пример Мы Можем Собрать Какую-нибудь Сцену Чтобы Это Имело Хоть Какой-то Смысл Для Наглядности Сейв Продавайте Сейв Для Наглядности Мне 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 Нравятся Вот Эти Артефакты Я Не Очень Понимаю Откуда Они Брутся Почему Так Так Правила В этом Месте Артефакт Все-таки Нет А Если Я Сделаю Так Вот Так Стало Лучше Но Стало Тормознее Где Какой-то Это Еще Есть Артефакты Это Но Почти Нет Вот Так Да Так Более Менее Капсулы Две Сферы Возле Одна Я Хотел Показать Как Можно Со Всяким Цветом Работать Но Судя По Сему Я Сам Не Очень Хорошо Понимаю Как С Цветом Работать Давайте Фиксируем Камеру Назад Можно Сделать Грит Чуть Поменьше Такое Тоже На самом Деле Освещение Здесь Не Очень Физическое Но Как Бы Первое Пробежение Раздел Шакры Маши Это Это То Что Я Делал Вот Здесь Вот Здесь Технически Где Вот Эта Функция Уложить На Шесть Это То же Самое Что Там Чтобы Цвет Так Красиво Переливаться На Полу В смысле Вот Здесь Вот Камера Вращалась Вокруг Это Был Глянцевый Материал Соответственно Блики На нем Тоже Так Ездили Я Я Думаю Давайте Попробуем Сейчас Сюда Добавить Еще Освещение В смысле Что У нас Должно Снизу В смысле Должно Подсвечиваться Небо Небом Ambient У нас Только Есть Источник Света Солнца Sky Color Например Будет Он Понятно Должен быть Какой-то Голубенький И там Что-нибудь Такое Наверное И это Тоже Мат Ну Это Наверное Просто Sky Color Да Это Какой-то Голубенький Но Ему Все-таки Нужен Sky Color На Макс Ноль Как будто Он Светит Прямо Сверху То Есть Это Dot N И Вик 3 А Я Мак И Использовал Здесь X Это Ноль Это Единица И Вектор С Y Направлен Наверное То Как-то Так Уже Стало Чуть Поинтереснее Обратите Внимание Теперь Можно Сделать Следующую Штуку Это Ладно Оставим Это Здесь Можно Выбрать Сделать Разные Материалы Для Вот Этой Штуки И Для Водой Штуки Хотите Перекур Да Сферы Раздвигаются Сдвигаются Так Задуманно Это Я Показывал Как Геометрия Вырезается Из Другой Геометрии Что Есть Пересечения Можно Конечно Сделать Еще Сложнее Чтобы Там Кубик Вырезал Из То есть Не Пересечения А Вырезания Одного Из Другого Но По сути Апс Почему Апс Если Сделать Апс Тогда Он Снизу Тоже Будет Подсвечиваться То Мне Нужно Чтобы Снизу Он Будет По-другому Подсвечиваться Макс Энери 0 А Ну А почему Ну То есть Не важно Или Есть Почему Важно Если Есть Почему Важно Расскажите Мне Интересно Будет Знать Дальше Дальше Давайте Сделаем Разные Материалы Заведем Заведем Для Материалов Вот Этот Спект Перенесем Сюда Сделаем Сделаем Альбедо Альбедо Я пользуюсь Обычно Двумя Либо Сделать Чтобы Вот Эта Функция Обозначала Век 2 Либо Завести Глобальные Переменные И сравнивать Их В месте Где Выбирается Материал То есть Например Я заберу Заведу Глобальную Переменную Для VBall Вот Это Что Сделаю Так И Зайду Глобальную Переменную Для VGND Технически Технически Я кстати Могу Только Для VGND Сделать Или Не могу Или Не могу Давайте Заведем Обе Две VBall И VGND Теперь Они Это Вот Неприятный Момент Давайте Действительно Делаем Как нам Там Предлагали Ну там Предлагали Сделать Где мы Делаем Шаг Вот Это Сдвигать На Эту Штуку Тогда Тогда У нас Вот Эта Функция Функция Расстояния Всегда Возвращает Нормальное Значение Чтобы Сказал Пытаюсь Пытаюсь Разделить Материалы Да Язык Заблика Надо Уходить На паузу Давайте Добьем Это Уйдем На паузу И начнем Этот Шейдер Прикручивать К Соответственно Ассимблеру И Собрать Экзешник Так А здесь У нас Есть Д Есть Д Если Для Например Равно BGND То Это Один Материал Это Альбедо Например Более Менее Зелененькое Точка 5 Точка 8 Точка 6 Что Небудь Такое Да Теперь Осталось Это Альбедо Все Так Заиспользовать Сам Color Умножить На Альбедо И Умножить На Эти Две Вещи Вместе Потому что У них Один И Боджет Свет Так Что Сломалось А А Вот Это Кстати Не Нужно Больше Можно Вот Так И Ставить Да Да Вот Это Стало Чуть Более Зелененькой Вот 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 Например Для Вращается Не Ну Можем Покрутить Камеру Можем Можем Например Сделать MC2 Это RM Матер Вращение с T Давайте Сделаем Чуть Помедленнее И Вращаемся Вокруг Оси Y То Это C То Что Равно На MC2 Совсем Не Попадаю В Попадающем И Вот Это Тоже Можем Равно На MC2 Мы Как-то Вращаемся Вокруг Этой Фиговины Кстати Можем Ее Поднять Можем Не Так Сильно Вон Там Артефакты Какие-то Поперли Шум Таймер Шевелить Шум Мы Как-то Можем Шевелить Таймер На Земле Градиент От Высоты Можем Ладно Давайте Сделаем Тогда Совсем Накоманию Да Мы Сделаем Не Зелененьким А Мы Сделаем С1 От П Ирик Большой Что-то Что-нибудь Такое Да Небо не черное Save Sky Color У нас есть Sky Color И с него Наверное Начнем Сделаем Здесь Мы Сделаем Фон Вот этого Цвета И вот Здесь Сделаем Mix Из двух Твитов Локального И глобального Вот так И здесь Мы еще Можем Наверное Сделать Вот так Л Немножко 5 Л И Л Тут Конечно Наоборот Снова Чисто Под водой Вот Вот Прекрасно Мы сделали Что-то Я думаю Этой фиговине Не хватает Еще Вот этого Безумного Эффекта Сейчас Я его Сделаю Это то Для чего Мы Используем И Для чего И И Был Вынесен Отдельно Можно Сделать Такую Штуку Можно Конечно Совсем Опухнуть И Сделать Вот Так Так Что-то На самом деле Ничего не происходит Ничего не происходит Интересно К сожалению С этой Прекрасной Функцией Так С нее Как С нее Вот так С ней Вот так Можно Сделать Вот так Наоборот Сменируем Твою Сессию Ким Привет Когда Про музыку В принципе Мы можем Конечно Поступить Наоборот Мы можем Сейчас Дать Слово Кину Он Сделает Свой Стрим Про Музыку Потому Что Я Как раз Хотел Дальше Переходить К тому Чтобы Показать Музыку Но я Так Не добрался До основной Части Чтобы Показать Как это Все Собирается В The File И Потом Надо Будет Типа Переключиться Назад Мне Постримить Про То Как Это Собирается Назад Мне кажется Народ Совсем Разбежится То есть Переключение Вот так Вот Между Стримами Так Давайте Я сделаю Сейв Давайте Знаете Что Мы Сделаем Поздно Уже Да Я что Увлекся Шейдером Все Хватит Это Готовый Шейдер И не будут Не добавлять Ни тени Ни 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 Все Достаточно Я показал Какие-то Простые Вещи Вот А дальше Соответственно Мы сделали Сейв У нас Есть Что-то Мы берем Копируем Этот Шейдер Мы берем И дальше Я пытаюсь Сделать То, что Я пытаюсь Сделать Документ Ничего не видно Конечно Стрим Стрим Клоун Делаю Так Надо скопировать Вот этот Вот верстак Можно Открыть Уйти Со Страницы Да Будет Собираться Без Музыки Теперь Я беру Иду Этот Самый Верштак Говорю Ему Так Давайте Будто У меня Вот этого Всего Нету У меня Нету Эти Экзешников Я их Сейчас Обложу Вот Еще Важны Либо Еще Либо Должны Быть Так Это Мы Идем Соответственно Нет Не Вот Эта Штука Мы Идем По Этой Фиговине То Шейдер Шейдер Мини Файр И Нас Сейчас Мы Это Все И Сделаем Так Давайте Создадим Текстовый Документ Шейдер Фраг Да Регактируем Вимятиной Скопируем Это Все Скопируем Это Все Ставим Сохраним Сразу Надо Сделать Исправление Из Шейдер Чтобы Это Все Работало Так Давайте Поставим Паузу Чтоб Он Не Крылся Что Надо Исправить Во Первых У нас Есть Униформ Флот Это Единственное Что У нас Есть Дальше Соответственно Айтайм У нас Нету У нас Есть Вместо Айр Резолюшн Надо Подставить Свою Штуку Допустим 1920 На 1080 Дальше Соответственно Вместо Main Image У нас Void Main Просто То есть Если Делать Астонный Tool Там Вот Этого Всего Делать Не Нужно То есть Шейдер Чтобы Превратить Это Для Работы В Сосове Интера Нужно Делать Руками Вот Эти Все Преобразования Не Очень Удобно Вот Я Надеюсь Здесь Что Нибудь Видно Потому Что Я Попробую Так Сделать Побольше Так А Как Обращаться К переменам Я забыл Майк Вимар Сюда Господи Как 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 Я Забыл Стыдно Двим Май Вимар Си Просто Вылетело Из головы Просто Через Вот Такую Штуку Да Е С Да Теперь Я могу Сделать Сет Гуи Фонд Равно Х 24 Вот Прекрасно Теперь Вам Должно Быть Все Видно Что Я Делаю То есть Я удалил Вот Эту Штуку Заменил На Мейн А Надо Вот И Резолюшн Сделать Уками 1920 На Что Здесь И И И Убрать Ай Тайм Сделать Унифор Флот И Наверху И Поменять Ж Ж Фрагколор просто фрагколор на джелл фрагколор и фрагколор на джелл фрагколор Так и отодвинуть чтобы я видел чат Вот так очень громкий звук конечно надеюсь он не бьет такой ушам Так шейдер фраг у нас есть шейдер фраг теперь надо составить все это из кусков Нам нужен шейдер минифайер как вы помните Давайте загуглим шейдер минифайер Это вот это вот из репозитории лаурентал шейдер минифайер Здесь есть один релиз свежий 18 года Это то что нам нужно шейдер минифайер экзем и выберем Сохраняем в документы стимверстак сюда Сохраняем экзефайер этот раз Дальше нам нужен насм Так насмус по моему называется Мы соответственно берем тоже скачиваем его виндовый Да просто вот тебя Просто вот тебя Открываем архив В насм.exe Соответственно сохраняем его сюда Дальше И нам нужен кринклер Кринклер 2.2 Соответственно сохраняем Да Да он есть Да заменить И Вот он кринклер.exe Тоже берем и копируем вот сюда же Теперь Берем Билдфаст 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 Не включено Нету аудио сейчас Вин Эр СНТ Вол Да давайте я так сделаю Правда Так И И это должно быть достаточно чтобы собрать Давайте попробуем Да Раз 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 Просто запустили вот этот батник И он собрал нам 1 килобайт 300 байт А мне страшно это спускать вот так как есть Потому что он здесь поменяет разрешение экрана Давайте мы соберем его в дебаг режиме Чтобы у него не было Чтобы он не делал фуллскрин Нет давайте наверное это не в дебаг режиме Да я могу просто сделать Вот это вот закомментировать Я надеюсь этого должно быть достаточно Должно быть еще меньше байт Да 1286 Теперь давайте попробуем запустить Да и вот она наша штука запустилась Музыки нет потому что она там явно отключена И время идет с другой скоростью Просто потому что Еще момент который я не рассказал Это то что в шейдер твое время т оно в секундах В моем фреймворке время т оно от По сути BPM который вставляет 4clang А зачем это нужно Это гораздо удобнее работать с музыкой Синхронизоваться вместе с музыкой Потому что время т у него целые значения приходят на такты музыки И с этим работать гораздо проще чем пытаться там Как то подкрутить время в секундах чтобы точно попасть в такт По эскейпу выходит все хорошо 1200 вон 1300 байт Вот такой маленький фреймворк Давайте я расскажу Да он его в нас мне собирает Семблера То есть смотрите в чем прикол Давайте расскажу про вот этот пайплайн То что здесь происходит Это ровно то же самое Про что я рисовал на вот этой замечательной картинке Что шейдер Шейдер минифайр Шейдер минифайр Шейдер минифайр Шейдер минифайр Шейдер минифайр Заметьте что я собирал фастом То есть это фаст сборка Которая собирается быстро Не 5 минут И она будет больше чем долгая сборка Там ну иногда сотню другую байт То есть иногда в самом конце Как места уже совсем не хватает Полезно делать длинную сборку Для этого тоже отдельный есть батничек Вот как устроен тут батничек Когда фиговина сделана для того, чтобы батник запустил сам себя в подпроцессе И не закрывал окно на ошибки Это просто магическая строка Которая скопирована откуда-то из интернета То есть оно здесь что делает? Оно сделает Ставит переменное окружение Типа если этой переменной окружения нет То тогда надо запустить Себя же Но с этой переменной окружения установленной И после чего Выйти Вот то есть он скрипт запускает сам себя С флажком вот этого С вот этим флажком Слэшкей Потому что без него Скрипт выйдет Если будет любая ошибка И будет непонятно что же была за ошибка Этот батник я сам написал Ну в смысле он лежит в репе Которую я выложу на гитхаб Давайте Мы в принципе ее можем Сейчас выложить на гитхаб наверное Вот Значит Дальше Что у него внутри У него внутри Вот эти библиотеки С которыми надо олинковаться OpenGL Понятно для OpenGL WinMM Для музыки Для звука Kernel32 YG32 GDA32 Для всяких Понятно там Создать окошко Поместить Поменять режим Системные и виндовые функции Это опции для кринклера Entry Это и функции Которые программа При старте В которую должен Кринклер перейти То есть когда мы запускаем Программу Он там делает Свою распаковку После чего должен Передать управление Вот на эту метку Кринклер это то что Действительно собираться С кринклером Пожалуйста запакуй Сабсистем Windows Что Windows Сабсистем Unsafe Import No Нишелайзер Параметры сборки Не помню что они значат Можно почитать в мануаре Range OpenGL 32 Это что можно Линковаться Более дешевым способом С библиотекой OpenGL 32 Это Выводить Дополнительную Оладочную информацию Transform Calls Не помню что значит Тайний импорт Что используем Маленькую версию Кода распаковки Кода линковки Импорта функций Тоже на самом деле Сильно не помню Это вот эти все параметры Они выстраданы Годами То есть это вот Просто нашу Можно попробовать Их попытаться Поменять Почитать мануал Покрутить что-то Самостоятельно Рекомендую На это все Тоже смотреть На самом деле Дальше мы делаем Шейдер Minifire Запускаем То есть это мы просто Поставили все эти Настройки Первое что мы Действительно Делаем Из Плесного Мы запускаем Шейдер Minifire С формат Nas Потому что Мы будем Линковать Это все С ассемблером С нас В выходной Файл Shader Inc В входной Файл Shader Frack Если произошла Ошибка Выйди Ругнись Дальше Мы собираем Нашу Интеру Для Нас Собираем Для Windows Для 32-питного Windows Выходной Файл Интеру 32 Входной Файл Интер Асен Вот Дальше Я закомментировал Пока Forklang Потому что Мы его Сейчас у нас Нет данных Нет музыки Мы отдадим Кину И Дальше Соответственно Кринклером Мы Линкуемся С Вот с Этими С опциями Comp Mode Fast Чтобы Быстрая Паковка Report Report Fast Да Я Репорт Забыл Показать Сейчас Посмотрю На Репорт Кринклер В результате Своей работы Не только Пишет Конкретный Икзешник На выход Он Также Делает Репорт С Подробной Информацией Что Как Запаковалось Сейчас Мы На него Рассмотрим Липс С Какими Библиотеками Всеми Нужно Линковаться Ну и Соответственно С какими Файлами То есть Где-то Здесь Нужно Будет Дописать Форклэнг Когда Мы Соберем А У Результирующего Файла Интерфаст У него Архитектура 32-битная То есть Весь этот Толчейн Но 32-битный Гринклер Только 32-битный Насколько Я понимаю Ну В смысле Результаты Работы Хотя Может быть Вроде Только 32-битный Вот Вот так Интероасом Это тоже Самодельная Штука Интероасом Сейчас Покажу Интероасом Как устроит Интероасом И что На самом Деле Происходит Внутри 4-битные Интеры В нативном Коде Его Очень мало Давайте Я покажу Сначала Нет Я сначала Покажу Да Внутри Экза По сути Лежит Minify Text Шейдер Давайте Я покажу Как выглядит Minify Text Шейдер То есть Шейдер Фраг Изначально Выглядит Вот так Это то Что мы В шейдер Той Написали Minify Shader In Видит Вот так То есть Это уже Понятно Асемблер Файл Который Мы Просто Включаем Вы Видите Что Поменялись Имена Функций Поменялись Имена Переменных Местами Даже Что-то Перемотало Видите Что Нет Перевода Строки То есть Перевод Строки Он Автоматически Ставят Только После Инструкции Для После Макросов Для всего Остального Он делает Одну Гигантскую Строку Потому что Понятно Символ Перевод Строки В большом Количестве Довольно Лишнего Там Все Кринклер Может Быть И Умеет Я Не Знаю Все Время Работали В 30 В 30 Лутбит Это Интересный Вопрос Надо Будет Посмотреть То Видите Что Он Все Сильно Упаковал Минифай Не фиксировал Обфиксировал Попробуй Разберись Теперь Что Это Все Значит Но Довольно Маленький Вот Он Шейд Всего Сколько Получается Сток Соточек Строк Вот Дальше Интра Асан Как Устроит Интра Асан Двухбитная Это Всякие Заголовки Которые Можно Редактировать Когда Какие Эксперименты Ставишь Мы Включаем Forclang Инг Когда Работаем Со Звуком Боюсь Что Про Звук Да Про Звук Я Тогда Стрим Отдам Кину Через Несколько Минут И Он Продолжит Рассказывать Про то Как Делается Звук И Я Наверное Уже Не Дорасскажу Как Правильно Подкладывать Звук Потому Это Уже Очень Поздно То есть Я Про Звук Поговорите Скином Можно Сегодня Как Небудь Начать Про Звуки Не Знаю То Есть Я Сколько Уже Стрим Я Стрим Какое Нечеловеческое Количество Времени Но Я Обещал Стрим Стрим Будет Безумно Долгий Начнем Окей Отлично Я Сейчас Быстро Побегусь Про Этому Загамечиваю Это Все На Гитхаб И Дам Ссылку На Гитхаб Чтобы Можно Было Начать С Этим Работать И Начнем Дальше Я Допилю Это Довырежу До Нормального Состояния И Соответственно Буду Ждать Это С Комментариев И Прочего 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 Вот Да Давайте Вкратце Как Работает Обзор Я Попущу Наверное Технические Всякие Части Про Что Я Объявляю Всякие Переменные Которые Не Нужны Там Всякие Макросы Вот Функции Которые Нам Нужны Для Работы Я Сейчас По Более Более Сложных Случаев Здесь Это Не Используется Вот Всякие Полезные Штуки Типа Структур Которые Нужны Винде Для Работы Вот Я Дам Людям Не только Дам Людям Линк Для Тебя Я Также Зарыю Твой Канал Вот Да С 64-битами Кринклера Есть 64-битная Сборка Но Если он Умеет Линковать Еще 64-битные Бинарники Это Было Прикольно Потому Что В принципе Можно Поэкспериментировать Посмотреть Насколько Легко Работать А С С С Прям Большая Больше Не Хватает Регистров Проще Да С Этим Должно Быть С С С С В 64-битах Но Посмотрим А Forkland По-моему Только Резитов Видно Поэтому Придется Что-то Другое Городить Вот Да Всякие Заголовки Структуры Которые Нужны Структуры Нужны Шейдер 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 Куча Всякой Сомогательной Фигни Теперь Собственно Сама Программа Начинается Вот С Функции Старт Если Переписать Все это На себе Нарник Будет На Несколько Десятков Байт Больше И В некоторых Случаях Это Очень Сильно Роляет И Если Это Переписать На C То Нужно Будет Рантайм Там Тоже Выключается На самом Деле У меня Есть Студийные Проекты Для C Но Смысл В том Что Если Пользоваться Нужен Нужен Вижак Нужен Компилятор Нужно Скачивать Вот Эти Гигабайты Свежей Информации Чтобы Это Все Собирать В Этом Фреймворке Ничего Не Нужно Нужно Скачать Минимальный Настан Все Вот Эти Штуки И Все И Батником Это Все Запускается Не Надо Никаких Тащить За Своей Сложных Вещей Мне Вот Этим Очень Нравится Этот Фреймворк Haven't Seen You And Heard Anything From You In A While Да Короче Как Это Все Устроено Вот Start Мы С Него Начинаем Мы Если Надо Делать Фул Скрин Делаем Фул Скрин Тут Я Видите И Римитировал Что Если Держать Ноль Время В Регистрируется Но Моих Экспериментов Показалось Что По факту Вставлять Ноль Буквальным Значением Выходит Все-таки Дешевле По Размеру Короче Вызываем Функцию Сразу Change Display Settings Чтобы Поставить Фул Скрин Если Фул Скрил Дальше Убираем Курсор Очень Важно Потому Что Курсор 4к Которые Остаются На Играни Всех Бесит А Дальше Создаем Окно Сейчас Вот Эта Функция Create Windows X В НД Класс По-моему У нас Какой-то Вот Вот Такой Тоже Люди Обнаружили Что Можно Ставить Такое Магическое Значение И Будет Все Хорошо То Не Надо Сделать Структуру И Вызывать Функцию Для Того Чтобы Зарегистрировать Свой Класс А Делать Ксор Нет Там По-разному Куча Всего Создаем Окно Берем Get DC Выбираем Это Инициализацию PGL Контекста Она Совершенно Характерная Обычная Чус Pixel Format Находим Pixel Format Соответственно Эта Структура Она Уже Вот У нас Здесь Забита Как видите Тут Две Разных Итерации Для Разных Случаев Вот Это Минимальная Она Вся По Нулям Кроме Вот Этого Значения И По Факту Это Действительно Нормально Работает В Большинстве Случаев Вот Устанавливаем Pixel Format Создаем Контекст Сделаем Контекст Текущим То Все Вот По Сути Вот Эти Функции Это Создание Опять Жаль Контекста Видите Что Тут Тип Шесть Функций Смогательную Убираем Броссор Помогательную Это Восемь Функций Всего На То Чтобы Создать Видео Здесь Комментов Да Ну Тут Я Показываю Почему Так Потому Что Это То Что Мы Выработали В результате Нашей Работы Тут Было Очень Много И так С Они Все Очень Быстро И Комментировать Это Все Не Имеет Смысла Я Буду Сейчас Выкладывать В open Source И Я Вот В этом Процессе Начнем Вылизывать Комментировать И да Вот Что Будет Нет Что Делает Макрос 7 Call Макрос 7 Call Делает Очень Простую Вечу Которую Я Сейчас Сам Замучаюсь Читать Но Смысл Его Формальный Соглашение Вызова Функции Здесь По Моему С Тедокол Называется Да Оно Предполагает Что Все Эти Аргументы Лежат В Стэке На Стэке Соответственно Можно Либо Здесь Было Руками Вязать Push 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 Потом Create Windows X А Можно Было Сделать Вот Этот Макрос Который По Сути Просто Эти Все Аргументы Кладет На Стэк В Обратном Порядке И По Сути Этот Макрос Превращается В Пуш Вот Пуш Отсюда Начинать 0 Пуш 0 Пуш 0 Пуш Пуш Вот Это Значение Пуш Вот Это Значение Пуш 0 Я Просто Сравнивал Значение Пуш 0 По Моему Там 2 Байта На Инструкции Либо Пуш ECX Который Будет 1 Байт На Инструкцию Вот И Все Равно Пуш 0 Получалось В Моих Экспериментах Дешевле Вот Да FN Колбер Это Похож На Волк Масс То Есть Это Просто Вспомогательная Фигня Она Ничего Сильно Не Меняет Просто Синтоксический Сахар Вот Дальше Если У нас Аудио И Аудио Можно Сделать Двумя Способами Либо Делать Его В отдельном Треде Тогда Используется Create Thread Зачем Это Нужно Потому Что For Plank Render Функция Отрабатывает На Самом Довольно Долго Время Синтеза Оно Сопоставимо Со Временем Самой Музыки Поэтому В самом Начале Мы Создаем Отдельный Тред Для Музыку И Запускаем Синтезировать На Фоне Причем На самом Деле По Хорошему Это Надо Делать Вообще В самом Начале До X0 Дальше Нужно Создать Сержейнерную Программу Из Исходника Того Который У нас Был Соответственно Здесь Делается Два Захода Нам Нужна Функция JL Create Shader Program V Она К сожалению Не Была В OpenGL В Версии 1.5 На Которые Остановилась Операционная Система Microsoft Windows Поэтому Эту Функцию Надо Загружать Руками С После Чего После Выполнения Вот Этой Операции После Выдова VGL Adress С Аргументом Вот Эта Штука Вот Эта Штука Здесь Тоже Через Мак Преобразовывается В Срок Мы Получаем Что В Регистре EAX Лежит Адрес Этой Функции Дальше Соответственно Мы Делаем Просто Call EAX Вот Этими Аргументами Где SRC Main Это Ссылка На Ссылку На Исходники Шейдера Один Это То Что У Нас Это Ссылка Одна И Что Нам Нужен Фрагментный Шейдер Ну EAX Это Указатель На Функцию То есть Вот У нас По сути В два Обзыва Функции Мы Загрузили Наш Шейдер Дальше Это Откладочный Кусок Если Шейдер Почему Не Собрался То Мы Можем Это Раскомментировать Пересобрать Интру И Тогда Ошибки Компиляции Шейдера Будут В Message Box То Есть Для Откладки Шейдеров Такая Вещь Очень Полезна Дальше Мы Сохраняем Что Мы Сохраняем EAX Что Мы Сохраняем EAX А Мы Сохраняем Соответственно После Вызова GL Create Шейдер Программа После Вот Этой Строчки В EAX Будет Лежать Номер Программы То Это Ссылка В OpenGL Который Мы Дальше Будем Пользоваться Во-первых Мы Сразу Этим Пользуемся Для Того Чтобы Положить А чтобы GL Use Программ Сделать Что Текущая Программа Это Та Программа Которую Мы Загрузили Сейчас Создали Собрали И EC Соответственно Мы В EC Запоминаем Теперь С этого Момент Времени В EC Всегда Лежит Вот Номер Этой Опер Программы Мы Его Дальше Тоже Будем Использовать Вот Опять Тоже Самый Паттерн GL Get Adress С J Use Программ Теперь У нас В EAX Лежит Адрес Функции J Use Программ И Мы Его Выполняем С Аргументом EC То есть Как Мы Помним Это Опять Делает Push EC И Call EAX Дальше Мы С Этого Мента Мы Готовы К тому Чтобы Запустить Интеро Начать Рисовать Поэтому Мы Не Инициализируем Звук С Вот Этими Всеми Структурами Которые Мы Заполнили Выше И Делаем V-out Write То есть Начинаем Собственно Вывод Звук То есть Это Инициализация Это Начало Вывода Звука Там Еще Должен Быть Way Out Prepare Но Как Практика Он На самом Деле Не Нужен То есть Мы Можем Way В Out В Структуре Вручную Поставить Нужный Батик В самом Начале Нужный Какой-то Флажок После Чего Функция Работает Сама По Себе Я Не Знаю Насколько Это Переносимо Но Пока Никто На Это Не Жаловался На Одной Операционной Системе В Одном На Одном Странном Устройстве Это Все Не Не Вызывало Никаких Проблем То есть Оно Просто Работает Да Весь Музон Реагерится Целиком В самых Нормальных Условиях В самом Начале Запускается Вот этот Тред Который Фоном В Отдельном Потоке В отдельном На Отдельном Ядре Процессора Соответственно Крутит В эту Функцию For Land Render Которая Весь Трек Синтезирует Просто В память И мы Здесь Его Начинаем Играть Из Этого Куска Памяти Раньше Еще До того Как он Начал Синтезироваться Потому Что Ну Типа Ждать Это Слишком Долго Вот Нет Дело Не в Свопе А Дело В том Что For Land Как Устроен Что Сильно Быстрее Видимо Сильно Меньше Место Занимает Просто Запуск Этой Функции Что Он Вот Поехал И Все Ну Так Проще Проще Подготовить Кусок Памяти Отправить Его Суть Вроде В том Что Этот Блок Смотра Не Может Быть Выгружен Слов Может Быть Но На Самом Деле То Это В Типичных Условиях Не Создает Проблем Синхронизировать Потоки Как Никак То Тут Идет Надежда На То Что Поскольку Мы Запустили Тред Раньше Чем Собрали Исходник Вот Эта Штука Волняется Довольно Долго Вот Что На Самом Деле У Нас Ребуферизация Какая Это Пошла То Что Тред С Музыкой Уже Успел Нагенерящить Несколько Секунд В музыке Вперед И Мы Можем Начать Играть Естественно На Медленных Машинах С Медленным Процессором Который Генерящить Музыку Медленнее Чем Она И Поигрывается В Процессору Как Правило Не Очень Но За Игрушение Музыки Ну В общем Да То есть Опять же На практике Это Не Вызывает Каких То Проблем Вот А дальше Мейнлуп То есть Главный Цикл Который Отрисовывает Интро В самом Начале Мы Делаем В Дет Позишн Она Возвращает Сколько Байт Музыки Уже Было Проиграно На Аудиокарте Это Конкретно Наше Время Мы Если Проиграли Весь Буфер То Все Интро Кончилось Значит Мы Выходим Вот Дальше Дальше Я делаю Маленькое Трю Качество Я Заполняю Стэк Сразу Всеми Аргументами На Все Вузовые Функции Вперед Чтобы У меня Была Секция С Кучей Кушей А Потом Была Секция С Кучей Просто Кол Вот Это Как Б Позволяет Несколько Байт Выиграть При Запаковке Дальше Что Я Делаю Дальше Я Преобразовываю Вот Эти Байты В Тики Музыки Флот Пойнт То есть Я Преобразовываю Из Интеджеров Флот Умножаю Это На Отделю Это На Вот Это Значение То есть Из Байт Перевожу В Время В Тиках Музыки И Сохраняю Это Флотом На Стэке После Чего Да На Стэке После Чего Это Все Уходит В Функцию Get Uniform Location То есть Видите Здесь Я Уже Делаю Это Все Руками Потому Что У Нет На Стэке Все По Интересному Уже То есть Я Делаю Get Proc Address Для Get Uniform Location Вызываю Get Uniform Location С Вот Этими Аргументами Что Мне Вот Это Текущая Программа В ЕС В Арте Это Ссылка На Указатель На Строку С Переменной Куда Лежит Куда С Именем Униформы Которую Шейдер Минифайдер Мод Переименовать То есть Можно Например Здесь Увидеть Что В Uniform Float Т Которая Она Была Т Она Стала В Вот Длина Музыки В Сэмплах Или Длина Вот Эти переменные Samples Pertig И Max Samples Они Они Задаются Они Определены В Forclang In Файле Который Появляется В результате Экспорта Forclang То есть Когда Музыкант Поработал С музыкой И нажал Export У него В результате Будет Forclang Где Вот эти Переменные Они Как Макросы Они Определены Вот То есть Мы Можем Ими Просто Напрямую Пользоваться Вот То есть В результате Вот Этого Вызова Мы Получили Номер В котором Лежит Наша В котором Номер Юниформы В которую Надо положить Время После чего Мы таким Обранным Получаем Адрес Функции Uniform 1 Вызываем Ее Со Значением Вот Это Которое Мы Положили Все Теперь Мы Положили Время Вот Этот Кусок Он Просто Кладет Время В Шейдер Дальше Мы Вызываем Желрект С Аргументами Вот Минус 1 Минус 1 1 1 Это Делает Рект На Весь Экран То есть Вот У нас Треугольник На Деле Возможно Из-за Лени Возможно Из-за Того Что Его Иметь Здесь Гораздо Дешевле По Размеру Чего Иметь Где-то Отдель Наверху Это Можно Поэксперементировать Можно По сути Вот Этот Получается Кусок Вынести Наверх И Тогда Наверное Даже Не Таскать За Собой Вот Этой ЕСи Программу Да Можно Эксперементировать Можно Улучшать Да Наверняка Тут Есть Места Которые Можно Сильно Улучшить Пока Дальше В конце Цикла Мы Что Делаем Swap Buffers Это Мы Нарисовали На Экран С Текущим Временем Swap Buffers Вывели На Экран Это Мы Нарисовали В память Вывели На Экран Pick Message A Сделали Для Того Чтобы Винда Не Думала Что Наше Приложение Зависло И Не Начало Рисовать Крутилку С Курсором Там И Говорить Что Что Приложение Перестало Отвечать Нет Мы Смотрите Мы Делаем Вид Что Мы Отвечаем Дальше Get Async Keystate Это Чтобы Проверить На Escape То Это Вот Это Все Аргументы Которые Мы Здесь Положили И Если Escape Не Нажим Мы Продолжаем Крутиться Пока Мы Не Выгребили Все Семплы Буфера Либо Пока Не Нажали Escape Как Только Мы Нажали Escape Или Достигли Конца Тем Или Иным Сособом Мы Просто Делаем Call Exit Process Там Какой Аргумент Нам Вообще Не Важно С Каким Кодом Ошибки Мы Вышли Мы Просто Выходим Все Вот Вот И Все Вот И Весь Осемнер Видите Нативная Часть Предельно Простая На C Все То Самое Выглядит Суть Сишная Была Была Быта Жемная На Семблер Это Просто На Несколько Десятков Байт Меньше Соответственно Запуск Запуск Я уже Был Я уже Показал Что Вот То Что Мы Собрали Быстренько Очень Быстренько Оно Вот Работает К сожалению Музыку Я Видимо Подключить Показать Уже Не Успеваю Это Вот Будет Делать Сейчас Скин Зачем Использовать Униформ Для Передачи Времени Был Трюк С Передачи Времени Как Аргумент Adjl Rec Да Такой Трюк Был Но Он Требует Другой Части Он Требует Того Чтобы Мы Это Могли Прочитать В Вершинном Шейдере И Передать Через Варайинг Из Вершинного Шейдера В Фрагментный Шейдер То есть Соответственно Нам Нужна Вся Машинерия Потому Что Нам Нужно Заводить Отдельно Вершинный Шейдер Заводить Отдельно Все функции Для того Чтобы Этот Вершинный Шейдер Создать В общем На самом Деле Получается Неэффективно То есть Это Занимает Большой Байт На Линус Вот Эту Штуку Конкретно Вот Этот Асемблер Кросс Капилировать Под Винду Конечно Можно Более Того Некоторое Время Назад Я знаю Уверен Что Все Работает То есть Я До Этого Отитерировался И просто Когда Я работал Над шейдером Испод Линукса Я просто Там Нажимал Нужную Кнопку И у меня Все Это Собиралось Под Винду К сожалению Последний Криндер Почему То Моей Машине Стал Падать То есть Я Под Линуксом Не могу С Криндлером Слинковать Не знаю Что Произошло Но Вот То есть Я не знаю Почему Он Стал Падать Он Там Еще Полгода Год Назад Не Падал Вот А Для Линукса Собрать Соответственно Этот Асемблер Он Очень Сильно Специфичный Под Винду Понятно Смотрите Вот Все Эти Прекрасные Функции И Но Под Линукс На самом Деле Тоже Можно Делать 4К Интер И Это Я Тоже Делал И У У Меня Даже Был Какой-то Ряд Старей Про Это На Хабре Что Ли Вот Так Такие Дела Что-то У Меня Моргает Мотор Я Надеюсь Это Не Умер Стрим Текущее Время Берется Из Текущее Время Берется Из Как же Он Называется Все Вы Не Язык Запытается Мне Надо Видимо Заканчивать Заканчивать Way Out Get Position Он Связан С Музыкой То Есть Идет Очень Четкий Синг Под Музыку Вот Когда я Запустил Синтез Музыки Я Могу Спрашивать Сколько Из Буфера Был Прочитано И 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 Там Кстати Есть Интересная Штука Там Есть Флажок Которого Можно Поставить Типа Дай мне Время В Байтах Дай мне Время В Сэмплах По-моему Дай мне Время В Секундах Миллисекундах Еще Еще В чем-то Таком И По какой-то Причине Несмотря На то Что Это Древнющая Там Середина Девяностых У У него Работает Только Дай Время В Байтах Все Остальное Не Работает Вот Ладно Ребята Давайте Мы Сейчас Быстренько Заплодим Это На GitHub Чтобы Я Вам Дал Ссылку На GitHub И Дальше Стал Чтобы Можно Было Дальше Все Это Улучшать Репозиторий Репозиторий Называется Verstack 4k Intro Framework In Assembly Vio MS Вц Или Как No Visual Studio Required Public Anyone Наверное Да Наверное Да Create Репозиторий Теперь У нас Вот такая Ссылочка Теперь Я беру Где-нибудь Здесь Я там Силь Немного Поредактировал Вроде Нет А Да Я могу В принципе Садмитить Его Как Есть Нет Давайте Все-таки Сделаю Минимальные Вот эти Исправления Сорян Мелкий Шрифт Prepare Сверх Поблик Релиз Порт 2 Так Теперь Что Гит Ремоут А Гит Хаб Гит Пуш Гит Хаб Да Наверное Он Запушился На Гит Хаб Запушился На Гит Хаб Теперь Можно Взять Вот Этот Репозиторий Репозиторий И Вот вам Ссылка На него Пожалуйста Пользуйтесь Все Дальше Дальше Соответственно Можно Начинать Там Ругаться Что Работает Не Работает Задавать Вопросы Создавать Ишью Мы Доведем Этот Репозиторий До В нем Фраг Давайте Положим Фраг Файл Давайте Положим Фраг Файл И уберем Вот эти Все Лишние Файлы Которые Можно Просто Дополнительно Загрузить Из интернета Самостоятельно Сверх Версии Давайте Китараем Link Exe Nas Nvl Тоже Непонятно Какой Нас Непонятно Запись Трева Должна Остаться Из Двух Кусков Add Shader Фраг Add Shader Remove Exes Запись Стрема Должна Остаться И На Твиче Она Сколько Недель Проживет И На Ютубе Но Будет Из Двух Кусков Потому Что Стрим Прерывался В середине Стрим Кино Твич Твич Кис Ки Вот Вот Мне Нужно Пара Минут Чтобы Начать Чтобы Сделать Raid Raid То есть Да Сейчас Могу Зарейдить Из Мобильного Беложения Интересно Нет Судя По Всему Ничего Не Упасть Сделать Панель Управления Нет Ничего Нельзя Сделать Так Кин Начинать Стрим Фрага Нет В репозитории Я Вроде Положил Давайте Проверим Правда Правда Не Да Я Видимо Был Без Гит Стоп А Пуш Гит Хаб Да Он Другой Этот Сам Затем Шейд Фраг Все Появилось Сейчас Я Зарей Кин Начинает Стрим Я Запостил Ссылку Можете Либо Переходить Вручную Либо Я Сейчас Отправлю Туда Рейд Просто Мне Надо Это Все Сделать Я Абсолютно Не готов Ни к чему Чего Не Работает Продолжение следует... Так, сейчас, секундочку. Сейчас, наверное, у меня получится отправить рейд. Как я сделаю рейд? Первый раз в жизни делаю рейд. Все, да. Ребят, если нет больше никаких вопросов... Это был сегодняшний стрим о том, как сделать 4K интро из-за начала. Это было в русском, для Шеноди. Да, окей. So now we are raiding King's channel. Давайте, всем спасибо. Спасибо, что смотрели. Приходите еще. Я надеюсь, я все-таки начну регулярно стримить. Буду стримить все на свете. Всякую дичь. Сетевое программирование, шейдеры, ассемблеры. Какие-то, может, попаяем даже что-нибудь. Посмотрим, как пойдет. Вот. Давайте. Сейчас скин будет рассказывать про музыку. И я уже очень хочу это смотреть. Давайте. Рейд и... Пора. 7, 6, 5. Рейд сейчас начнет. 4, 3, 2, 1. Поехали. Поехали. Часа всегда. Не слышно?